ну что друзья всем привет всем привет 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 кто сегодня собрался послушать про профессию 3d артиста поставьте плюсы как нас слышно думаю что все должно быть нормально ну пока что ждем ваших плюсов давайте я представлюсь меня зовут дмитрий староверов являюсь основателем школы в fx-lab и практически рядом со мной как обычно сидит юра слитко да привет до который нам сегодня расскажет про эту профессию ну и я собственно тоже про нее расскажу все что знаю знаю про нее достаточно много вот а сегодня будем говорить про эту профессию дают для тех кто только начинает для тех кто продолжает для тех кто находится на ком-то своим профессиональным ребят пока мы начинаем да давайте мы посчитаемся вообще мне вот интересно перед нашим стримом не всегда мне стало интересно кто к нам пришел потому что с одной стороны кажется профессия 3d артист она достаточно простая почему там про него говорить потом готовясь к этому стриму мы поняли что говорит то есть о гу-гу о чем мы вообще нас юра обсуждали мы обсуждали с того когда эту тему мы поняли что чё там действительно говорим мы всегда да есть вещи которые кажется само собой а потом ты пытаешься немножко вспомнить как это было к это начинало кажется что это много непонятных слов так вот очень хочется посчитаться да давайте поплюсуем там или поминусуем давайте поймем сначала кто поставьте знаете что поставьте цифру 2 кто работает в играх кино и анимации кто уже работает единичку поставьте кто что-то умеет или там пытается что-то делать но для себя еще не работает и нолик кто только хочет войти в этот новый дивный мир трехмерной графики вот такой очень простой расчет у нас будет очень интересно посмотреть кто кто-то нам сегодня пришел от этого конечно мы наверное поменяем чуть-чуть контент стрима потому что нас как всегда вариативность и ветвления были продуманы для разных аудиторий что рассказывать но тем не менее давайте сейчас такую статистику соберем и так о чем мы сегодня поговорим юр может ты расскажешь или я давай может и ну мы хотели вообще да поговорить про профессию потому что во-первых что это да то что до художника такое очень размытое понятие если вы хотите этим заниматься то неплохо бы понимать вообще чё это если вы хотите стать 3d художник до 3d это тоже добывает представление о том что это может быть одно может быть другое там а если я 3d художник надо ли мне уметь рисовать такие что если я 3d художник я 3d так вот поэтому да хотелось просто как немножко внести ясность о том что это такое чем этот человек занимается потому что что делает 3d моделлер например понятно на модели модель текстурщик текстуре то художник пошире и чуть чуть более расплывчатая и мы хотели рассказать и возможно чуть чуть более востребованно сейчас но об этом мы просто сейчас забегаем вперед да генерализация она с тем что инструменты становятся более удобными для всех то и от всех ожидается что они будут больше делать мы поговорим сегодня о том что 3d художник в целом должен знать и уметь мы поймем какие навыки 2020 году наверно так можно кликбейт сказать начинающему артисту мы полезны какие только мешать распылять время таких навыков поверьте их просто дофигища ну и почему вообще 3d жеников называют артистами что сейчас учить какой софт учить мы тоже поговорим про это какой софт востребован сейчас это важно понимать потому что вроде как сейчас блендер встает да там поднимается с колен и все бросаются учить блендер да вопрос нужно нужно ли это делать или это просто будет распыление или там сосредоточиться на майке например давай блендер оставим на конец потому что я как начну наши стримы они всегда этим славятся хорошо тем что мы можем говорить бесконечно и рассказывать и делиться ну я чаю налил мне по идее должно хватить надолго мы можем прерваться это не проблема можем поставить снова отличный дипхаус который нас играл и сбегать за чаем нет никаких проблем и мы никак себя не ограничиваем по времени но хорошо давайте начинать на вас там в основном я смотрю единички в чате но есть и нули и не двойки были тоже но так по массе окей хорошо хорошо да все понятно то есть мы примерно так и ожидали что будут ребята кто что-то умеет да но это пока что для себя и это какие-то первые наверное робки или может быть не совсем робки вот такие полусмелые попытки мы решили начать с вот этой великой картинки которую показывают абсолютно все когда рассказывают про профессию зачем отходить от традиции картинка она в принципе показывает как делается в данном случае 3d анимация кино все немножко по-другому по названию похоже но есть есть нюансы вообще с профессии есть такая проблема что в этой области во первых много терминов во вторых они немножко могут различаться в зависимости от контекста и вот с этим поначалу может быть трудно конкретно вот с этой картинкой есть такой нюанс что вот тут вот есть при продакшн да это процесс который происходит до того как начали прям серьезное производство то есть там идея придумывается сценарий какие-то концепты первые рисуются то есть какое-то вообще понимание что мы делаем какие-то вещи которые можно сделать заранее опять же пока там сроки не горят вот а дальше здесь написано продакшн и это в случае создания трехмерного мультфильма в случае с кино продакшн это будут съемки а вся графика будет пост продакшн но это нюансы друзья пока юр ты начал новый топик какой-то не стесняйтесь пишите вопросы в чате мы будем их зачитывать и стараться максимально не подробно отмечать да юр прости что эти да не все нормально вот мы в принципе существуем где-то вот где в этой картинке написано продакшн и чуть-чуть еще вот первый пункт дальше мы я имею ввиду студии компьютерной графики ну может график тоже отчасти но это уже совсем нюансы и 3d художник он занимает я сейчас расскажу что каждый из этих вещей значит но пока в принципе где он находится 3d художник это такая собирательная немножко специальность 3d художника можно назвать человека который делает допустим только моделирование и текстурирование 3d художника можно назвать человек который текстурит и допустим рендерит то есть это такой чуть-чуть пошире специалист чем одна какая-то профессия то есть нету какого-то такого четкого понимания что 3d художника это только вот это это всегда немножко плавает но это плюс лучше человек нескольких скиллов по хорошему это layout моделирование текстурирование тут что пропущенные ювишки и дальше шейдинг рендеринг просто ненавидел знаешь я странный я всегда любил прости это был взрыв эмоций не не просто знаешь пока инструменты были плохие действительно было больно когда появились хорошие удобные то ты включаешь какой-нибудь не знаю подкаст или что такое садишься резать юви и все тебе нормально так вот из того что здесь есть то что к нам не относится r&d это research and development это такая прям очень нишевая вещь когда какие-нибудь скрипты разрабатываются инструменты для удобства всякое такое я не совсем понимаю почему это стоит вот здесь в процессе она может быть в принципе где угодно это параллельно существующая история риггинг setup это тоже такая абсолютно техническая специальность это когда вы на модель навешиваете средства которые позволяют ее анимировать создаете кости создать рукоятки для аниматоров потому что они же не напрямую полигоны двигают нужно какое-то удобство чтобы это все делать этим занимаются риггеры аниматоры анимируют что довольно очевидно в fx это в принципе любые эффекты которые которые не моделирование то есть вода вопрос как раз хочу быть destruction артистом востребовано ли это сейчас востребовано и в кино востребовано и в играх востребовано про игры то связка гудини плюс анрил плане destruction или вообще фx артист там же алемики появились стопчики по поводу маленькое ответвление в fx в играх то есть потому что есть в fx артист который делает fx в гудине это одно а в игровых движках есть еще свои собственные системы fx которые там процедурно работают которые работают связки с гудине опять же всякие там партиклы и тому подобное вот fx артисты в игры это прям жир потому что их никогда нет но это сложно то есть это такая очень нишевая специальность если делать это круто то ты сейчас подтверждаешь слова нашего преподателя статуса петрука который у нас ведет курс в fx в геймдеве в играх как раз он говорит что fx артиста в играх хрен найдет потому что это прям очень ниша это нужно и в гудине уметь и в движок понимать и оптимизацию то есть это он работал в одной известной компанией в санкт-петербурге которую играми занимается не по полгода искали и фиксеров на на эти в толковых ну то есть правда таких себе полно но таких себе полно везде на любой это в принципе к вопросу вообще о востребованности любой профессии если вы хороший кто угодно это востребовано то есть да это правда тех же моделеров тоже как грязи но прям вот крутых можно искать долго мы поговорим еще об этом у нас ребят спрашивают как найти первую работу хотя бы за опыт как определиться профессии сферы 3d кстати новиков мы сейчас расскажем как определиться профессии мы сейчас про это рассказываем как раз а как найти первую работу мы поговорим примерно минут через но сегодня мы это у нас есть в планах не знаю через сколько минут вот и в конце там блайтинг рендеринг в анимационных проектах под это есть специальные люди в кино обычно все такое более ну у нас по крайней мере потому что у нас не такие огромные киностудии я в кино например прям лайтера отдельного как профессию не встречал обычно это делают рендер артисты они же шейдят но в кино в принципе больше генерализация это прикольно отчасти потому что все задачи они более уникальные чем в континентационном сериале и каждый раз приходится по новой головы ломать это правда вот правда да ну задачи в кино всегда мы такого никогда не делали давайте подумаем как да поэтому немножечко бывают проблемы с пайплайном и какой-то такой чтобы жесткой организации что вот полшот ты точно знаешь что делать ну то есть что прям вот закручивать гайки не получается это сделать просто потому что задачи каждый раз становится немножко уникальными и приходится как переосмыслять по новой так ладно поедем дальше вот вкратце список того что 3d художник делает сейчас по каждому пункту потому что например не всем я думаю понятно что такое layout если вы там с нуля и опять же что такое развертки зачем это надо так у меня картинка она будет периодически появляться layout это вот в очередной раз стоит в самом начале процесса layout это сейчас назад вернусь художники нарисовали концепт как они хотят видеть сцену или это режиссер накорябал на салфетке такое тоже бывает в общем есть какое-то представление как сцена должна выглядеть это представление оно существует в 2d бывает исключение есть 3d концептчики да но в основном это вот так и для того чтобы начать что-то делать вообще с этой сценой так по серьезному надо сделать условно скетч но в 3d вот тут пример концепта сверху он конечно довольно забавный но реально бывает что концепт рисует режиссер он может выглядеть в разы хуже это абсолютно стандартная ситуация ничего там нет на этом концепте понятно все что тут изображено больше в общем то не нужно и прежде чем мы сможем перейти к производству конкретных асетов то бишь моделей нам надо понять вообще как сцена пространственно работает да потому что может получиться так что мы начнем моделить вот эту арку потом мы ее в сцену вставим она у нас окажется слишком длинный слишком широкий какой угодно другой у нас вещи не будут подходить друг другу чтобы такой проблемы избежать делается layout плюс потом через этот layout уже можно камерой подвигать потому что нарисованная картинка это одно когда вы в реальную трехмерную сцену ставите физически корректную камеру который правильно перспективу считает то опять же какие-то вещи могут начать не работать или работать не так как это на скетче выглядело этот этап он с одной стороны достаточно простой то есть здесь не нужно каких-то безумных скиллов моделирования или что-то такого здесь нет такой цели здесь обычно частота моделирования вообще не просматривается ну то есть она должна быть адекватная и все это именно вопрос на решение пространства этим часто занимаются джуны когда вы приходите на студию вам очень вероятно дадут вот это потому что тут именно технических знаний нужно минимум но при этом все равно нужно какое-то нормальное пространственное видение нужно понимать что как выглядит какой-то вкус базовый иметь вот тут еще пример и еще лаяут нужен для того чтобы начать раздавать задачи потому что часто на моделирование приходит вот эта болваночка низкополигонально из лейаута плюс картинка как это должно выглядеть у вас уже есть пропорции вы в принципе знаете где это будет стоять и поэтому вы спокойненько все моделите потом это просто подменяется в сцене и она постепенно собирается этот пример я просто привел потому что сцена такая больше с взаимозависимыми кусками то есть тут тоже если вот эту стойку начать моделить абстрактно без лейаута или вот этот шкаф то очень может быть что она у вас потом где-нибудь не состыкуется когда пытаетесь цену собирать и просто придется вещи переделывать хотя вообще есть такая отдельная специальность layout artist тоже я их в своей работе не встречал но я говорю я больше по кино специализируюсь поэтому тут своя специфика у нас обычно это либо джуны делают либо тот кто в данный момент свободен с моделированием еще есть такая тема что с одной стороны понятно что ты берешь и вот моделишь пока включу картинку поинтересней но в зависимости от индустрии конкретной требований к моделированию может быть очень много разных и они отличаются то есть в кино одни какие-то штуки в играх совершенно другие если вы там не знаю по 3d печать моделить вообще третье и обычно есть этим проблема вообще в принципе есть проблема с туториалами в интернете потому что ты выбираешь ютюбе как моделить что-то смотришь этот урок и там да это моделят но вопрос того насколько вот результат будет лучше чем просто вы порендерите картинку и все насколько он будет подходить под производственные какие-то задачи это довольно важно я в принципе уже давно людей этому учу мы тут сейчас решили на vfx lab тоже курс сделать мы чуть попозже об этом расскажем да конечно но просто вот именно индустриальных нюансов дофига это важно вот картиночка и между индустриальных нюансов под анимацию под что угодно да под под любую профессию потому что моделирование как бы в вакууме понятно ты берешь форму делаешь ее из полигонов выглядит нормально вроде готова но нет но нет это правда на это знаю по себе да по поиску там моделеров для кино да 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 знаю что вроде как бы все хорошо покажи сетку убери текстур ну да 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 понимаешь что там какой-то адок особенно к сожалению вот ребята кто занимается архитектурной визуализации этим грешат но это не то чтобы они грешат они просто у них по-другому другие задачи конечно да у них нет таких задач поэтому например ребята кто приходит в кино из архвиза ему очень долго приходится адаптироваться под то что сетка откуда угодно то есть я тоже думаю что если я вот сейчас возьму и пойду в геймде в какой-нибудь трипл а я так сходу не смогу хотя я вроде как классный 3d художник давно вот это все делаю но там я явно сразу стану резко поменьше своих амбициях потому что специфика почему картинка прекрасная которую тут показываю когда задача приходится концепта это немножко отдельное удовольствие потому что если посмотреть на эти концепты и начать их рассматривать пристально то может возникнуть довольно много вопросов вопрос в чате а в чем проблема сетку нормально делать это же получается просто сеткой порядок если бы игорь ты знаешь своя фраза звучит как ну нормально дело нормально будет мне но это правда тут нет но есть куча нюансов как люди крутят сетку на потребу на свое это просто иногда диву даешься как это можно было так умудриться это сделать на самом деле даже от студии к студии может различаться какой панике это все делалось непонятно не но это опять же хорошо неплохо вопрос скилла и вопрос подготовки конкретной работе я просто еще сталкивался с тем что задать требования к сетке могут между студиями различаться потому что где-то там немножко вогнутый полигон это не проблема где-то это прям точно нет где-то ты сетку делаешь не знаю как удобно где-то нужно обязательно дорезать чтобы ювишки не тянулись потому что по-разному ювишки сглаживают потому что разные рендеры используют ну то есть много нюансов где-то можно кризы используют где-то нет вот пиксар их прекрасно все используют о них придумали и юзают но вот больше вроде никто их не юзает поэтому да тут даже нормально дело и оно такое очень ситуативное но ситуативное от студии к студии от индустрии к индустрии объект переднего плана объект заднего плана тоже разные вещи какие требования к модели никит ну мы сейчас ну не сможем сказать какие требования к модели потому что достаточно долго объясняйте действительно они требуют от студии к студии зависит от внутренних пайплайнов это все но если коротко то модель должна быть с четырехугольников вот если самое простое кстати да и естественно не иметь не иметь никаких там не манифолдов вот просто клинап банально проходить это мы сейчас начинаем терминами оперировать ну да да это да это так уже стримы несколько стримов у нас запланирован мы будем там моделить именно киношные всякие штуки да кстати у нас будут стримы я буду моделить параллельно там рассказывать про свой ход мысли почему я делаю так а не так вот а там это будет такое уже немножко окошко в мое сознание да окошко в твое сознание и чуть-чуть больше про термины да нежели сейчас потому что сейчас у нас здесь ребята самого разного уровня и когда ты говоришь про фолды ну кому-то ну просто я отвечаю да человеку который задал конкретный вопрос давай продолжим вот с концептами всегда есть такая история что вот вы смотрите на концепт вроде все классно красиво здорово когда начинаете рассматривать детали возникают вопросы возможно тоже нетренированному глазу сразу это не видно ну например например вот здесь я вижу проблему не знаю сколько видно наверное мой курсор не особо отображается но вот у робота под глазом там есть такой угол и я вот сейчас смотрю я понимаю что то как нарисованы сходятся плоскости этот угол короче много вопросов как его построить и возможно что он в 3d невозможен потому что концепт художник у него в принципе нет задачи построить правильную трехмерную вещь он делает что-то красивое он опирается на композицию на ритм там на какие-то другие эстетические вещи да он решает свою задачу и в его задачу в принципе не входит нарисовать вам 3d сделать из картинки 3d это уже к моделеру вопрос и вот тоже если посмотреть на правую картинку на космический корабль просто интерпретировать это в 3d а не то что чисто смоделить это отдельная довольно сложная задача потому что когда вы начнете смотреть на каждую линию в отдельности вы вдруг поймете что у вас где-то плоскости не сходятся что где-то просто непонятно что это нарисовано и изначально такие модели не делали естественно сразу на чистовую с чистой красивой сеткой со всеми требованиями делают просто блокинг условно там из каких-то примитивов ну то есть не важно как главное пытаются сделать форму чтобы потом пойти к концепт-художнику и спросить ты вот это хотел это похоже на то что ты задумал и опять же если что-то непонятно то совершенно нормальная тема вот вы что-то моделите вы не понимаете вы идете спрашиваете нет ничего такого если художник условно криво нарисовал это не он плохой художник это ваша общая работа эту вещь реализовать самый наверное удобный вариант это делать который мне доводилось это когда вы моделите болванку до того состояния до которого вам понятно делаете скриншот несете его концепт-художнику и он вам прям поверху рисуют какие-то непонятные вещи что ему это проще чем с нуля рисовать моделите до момента пока вам понятно а потом вам становится непонятно выйдете к супервайзеру и говорите все ну это если вы очень долго вам непонятно да то в какой-то момент может и такое случиться но в идеале нет я хотел тебе дополнить что нет ничего лучше чем концептер в тандеме модели модели концепт-художник концептер который умеет делать не только красивые концепты но еще и продакшн концепты продакшн концепт это когда концепт у вас там в три четверти плюс фаз профиль плюс все сгибы почти никогда таких не видел вот серьезно я видел я видел поэтому я про это и говорю я в основном вот такими работал которые фото башем сделаны либо бывают концептеры которые делают в 3d вот эти люди прям вообще святые эти святые да но а те кто не умеет в 3d но умеет предоставить продакшн концепт как ну это да это тоже хорошо модель сбоку и спереди как минимум да тогда это вообще отлично ребята но в принципе работать в тандеме приятно с концептами мало ну подождает немножко такая уже избыточная задача тоже как правило режиссеру это нафиг не надо ему вот красивую картинку показали он такой да я хочу чтобы выглядело так да еще дальше платить концептер чтобы он что-то дальше рисовал нет рисуем следующий шот вот на на экипаже делали у нас николай лебедев режиссер было очень с ним просто великолепно работать не знаю про один моих любимых режиссер от режиссера очень зависит работа да это правда вот мы делали остров канву это вулканический остров куда прилетали наши герои на самолете и мы этот остров прорисовывали сбоку сверху и с нескольких сторон с нескольких боков но прорисовывали сверху причем включая топологию острова чтобы мы понимали где чего находится ты правда действительно режиссеры очень разные кто-то будет выносить мозг кто-то по-хорошему кто-то по-плохому с каждой деталью а кому-то ты просто показываешь готовую красивую вещь он такой ну да нормально ну то есть вот это очень индивидуально Володя Аронович наш студент пишет много вопросов Володя ответим обязательно просто прокомментирую все я прямо копипащу твои вопросы и комментарии да Юрк давай да в общем на самом деле мораль вот этой картинки в том что работа моделера она в том числе очень художественная потому что интерпретировать сложную 2d-шную иллюстрацию в трехмерный объект который будет так же хорошо выглядеть это не очень просто здесь тоже надо понимать про ритм про форму про композицию что казалось бы такие больше 2d-шные штуки но надо понимать то есть не обязательно уметь рисовать но понимать что в концепте важно словно что концептер хотел сказать да что хотел сказать автор вот это такая трудная но прикольная работа она становится совсем не прикольный если нет контакта с концепт артистом вот это да это больно тут уже надо по ситуации решать потому что да если это действительно тоже режиссер в интернете нашел картинку говорит вот мне нравится это ну то с режиссером наверное общаться ну то есть должен быть кто-то кто принимает эти решения там арт-директор проекта живым звеном ну вот да тот тот кто крайний короче да 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 вот или я шушаров тебе или шушаров или я просто привет передает да привет твой студент а вот это просто веселая картинка есть еще такая тема как моделирование сфоток когда вы моделируете конкретный объект вот на данной картинке весело то что это я там сверху с фотоаппаратом стою в каком-то очень далеком году лет десять назад да где то там я это не вижу картинка подтянулась а вот на вилочном подъемнике справа все вижу да но тут была ситуация что мы конкретно делали презентацию по сути большую вот это самолет это як-130 и поэтому у нас была возможность поехать в жуковский отфотографировать его вообще максимально со всех сторон мы там день провели но потому что этим людям было важно чтобы там каждый винтик был на месте само собой обычно такого не происходит когда каждый раз когда вам надо смоделить живое сет но иногда бывает я в принципе люблю так делать все словно если мне нужно смоделить какой-нибудь танк и я знаю что он стоит где-нибудь в музее и минут доехать я на выходных поеду и посмотрю на него вживую и просто как-то это проникнусь вообще темой вообще коснуешься 3d моделером начинаешь разбираться в куче вещей которых не ожидал потому что просто когда делаешь ресерч вещи которые делаешь у меня так знакомый начал разбираться в видах бух слушай это вообще очень кстати классное ощущение то есть когда я знаю это я понимаю чем ты говоришь когда тебе приходит что-то и тебе у тебя есть доступ к первоисточнику на вот как в частности с этим самолетом это вообще дорогого стоит это отдельный кайф это очень вдохновляет да кино такое кстати часто бывает но если вы если это студийная работа если на фрилансе такое конечно было да реже если вы уже опытный фрилансер работающий на нормальных меняемых проектах тогда вас могут звать и допускать первоисточнику к тому что вы будете делать если это не фэнтезийная какая-то штука если у этого устройства или объекта есть реальный прототип в жизни это не какой-то объект который появляется в кадре там на три секунды что-то более-менее ладно это такая все лирика если по делу про моделирование реальных вещей тут есть такой нюанс что в интернетах есть чертежи практически всего вот в них нельзя верить потому что я когда был юный я был довольно упертый я считал что есть на чертеже вот так значит оно вот так я как-то моделил пятерку ладу и получилось вообще не похоже и это нормально потому что в интернетах чертежи ну их это же не исходные чертежи с которых вещь делают ну это же логично это чертежи которые кто-то зачем-то нарисовал может быть там какой-нибудь модели которые склеивают или просто к иллюстрацию как что угодно и в общем да имейте ввиду что всегда нужно смотреть еще на фотографию и на в принципе похожесть чертежи они больше про габариты чтобы вам пропорции не угадывать да они вам общие размеры дадут но не более и я потерял мысль ну и бог с ним пока ты ищешь мысль тут есть в нашу поддержку по поводу наверное фразы по поводу того что отдельный кайф когда тебе есть доступ к первоисточнику пишет да человек мозг начинает по-другому работать в хорошем смысле совершенно верно это просто появляется какой-то другой да да ты уже не просто модель какую-то абстрактную вещь а ты вот прям к ней что-то теплое испытываешь очень круто было когда pixar делали в поисках нема у них там те кто рендерил они их отправили нырять с квалангом чтобы посмотреть как под водой все выглядит красиво не был доступ к ним но потом правда они делали по-моему это была той story 3 что ли где там была сцена с этим с мусорным каким-то заводом или чем-то таким и уже пришлось по мусорным свалкам лазить поэтому тут раз на не приходится но все равно это в отдельный кайф когда ты попадаешь туда куда обычный человек не прикольно ты начинаешь вообще ресерчить тему про которую ты как-то даже не думал вдруг оказывается чтобы не дофига интересных нюансов этому всегда такое любопытное знаешь если так вот обобщать то мне кажется в любой нашей 3d ну профессии именно постпродакшен либо геймдивный есть поле для ресерчат я просто еще сам рендерщик параллельно с моделером и я например очень люблю угорать по физике света на как вот это все происходит интересно не только как ручки крутить почему эти ручки такие как какая там внутри логика сидит просьба есть ребят пожалуйста опрос начали говорят что больше части зрителей только начинает в 3d давайте больше выборе софта и как искать работу мы обязательно поговорим дойдем до этого вопрос дойдем дайте сроку барин слушай ну давай про софт я могу хоть сейчас поговорить на самом деле ну это разрушает нашу концепцию лады тогда к моделингу я еще один просто нюанс скажу у меня тут нет слайда потому что про это вспомнил пару часов назад в моделинг еще входит такая вещь как скульптинг это трехмерная лепка я просто сам это не делаю поэтому я это и забыл но это такая параллельно существующая вещь с моделированием и тут я просто хочу сказать что совершенно нормально не уметь здесь чего-то одного то есть можно только лепить лепить офигенно и вас будут за это нанимать можно не лепить и моделить и это тоже нормально если вы имеете и то и другое ну вообще здорово вот если вы умеете еще и текстурить зависит опять же тоже хорошего скульптора который прям очень мощно может в анатомию если конкретно на проекте это надо могут спокойно и потерпеть что он ничего другого не умеет остальные там кто может в pipeline они уже все сделают ты сейчас говоришь про проект а я говорю про скиллы которые востребованы постоянно то есть окей на следующем проекте может не быть может не да я это да кстати я специально сказал что да если проект такой то такое может быть но да это конечно не гарантирует в деле поэтому мы всегда призываем к тому что смотрите по сторонам нужно мультиклассироваться да причем не то что вот я моделю а еще и компожу а смотрите по смежным специальностям вот смотрите у нас есть на картинке написано в продакшене да есть моделинг рядом с ним текстуринг это самые ближайшие специальности до которого ну которые идут вместе бок о бок если вы умеете в моделинг ну да хорошо да в скульптинге еще и умеете в текстуринг шансы на то что вы будете при работе при занятости они гораздо выше должна вы будете выдавать не просто пол работы до какую-то готовую вещь которую можно уже ставить а если вы умеете замоделить затекстурить а еще накинуть какие-то шейдера сделать базовые материалы подготовить и проверить как текстуры работают в свете и выдать но это сложно назвать пока готовым лук девам там объекта но что-то близко это уже осет финальный да финальный осет как раз то чему мы учим на курсе на курсе 3d artist то шансы быть вам занятым они еще становятся выше и мы специально как раз задумали от курс 3d artist раз уж да я его упомянул как-то такой курс который готовит ребят именно к боевым условиям таким серьезным боевым условиям когда и замоделить и за текстурить и накинуть шейдера и проверить это есть картинка да раз уж мы отвлеклись и уже давайте прям буквально картинка да расскажу чтобы не сильно занос тут в описании есть ссылка если что там можно почитать но идея в том что такой абсолютно практический курс мы конечно начнем с кнопок потому что он рассчитан на людей которые пока ничего не умеют но дальше мы особо теоретизировать не будем мы начнем прям сразу делать модельки разворачивать их текстурить и прогрессия будет не в том смысле мы сначала долго текстурим потом не знаю моделем потом текстурим потом ювишем а мы будем сначала делать просто простую законченную модельку потом посложнее потом посложнее потом совсем сложная да но каждый раз проходить весь путь строится это дело все будет вокруг майи сабстанс пейнтера и для ювишек скорее всего райзем юви но я покажу в разных софтах вид такая тема немножко скользкая и ориентироваться будем на киношный продакшн кино анимация такие вещи я буду рассказывать как делать ассеты которые для этого подходят которые можно показать и вставить свое портфолио и таким образом работать на эти итоги групп стартует у нас в октябре да мы ее сейчас активно собираем где-то наверное процентов на 50 она собрана это такой очень серьезный базовый курс для тех кто только начинает но он построен таким образом чтобы вы не просто научились моделить абы абы как я бы для чего вот это не курс по майя что-что это не курс по майя это курс по тому как делать до осеты для кино для кино и для анимации да вот модели до финальных до материалов поэтому если вы в профессию если вы не просто для себя в стол вам сюда если просто для себя в стол есть куча вариантов подешевле наверное подоступней и так далее хотя мы недороги ребята кто у нас учится сейчас и кто учился раньше знают что все это того стоит ну тут это спорно смотря для кого конечно какие цели то есть дорого не дорого это субъективно всегда продолжаем да продолжаем дальше в этой картинке не хватает пункта юви потому что пункт юви я так понимаю он даже для создателя картинки немножко мутный и он решил его не включать чтобы никого не пугать юви это такой чисто технический на самом деле этап который который не видно никому кроме следующего за моделером то есть текстурщика всем остальным на юви в принципе вот вообще плевать если они уж не прям совсем поломанные то никто этого никогда не увидит поэтому да это такой процесс чуть-чуть маргинализированный что принес забывают постоянно потом оказывается что еще на это надо заложить время в создание сета и ой-ой никто ничего не успевает вот суть юви в том чтобы вам вот у вас есть 2d-шная картинка какая-то вам надо ее положить на 3d-шную модель просто так это взять и сделать нельзя потому что нельзя ну то есть тоже есть миллион способов это сделать и вам нужно сделать некоторую инструкцию как это будет происходить по факту это похоже на то как вот я не знаю лежит шкура медведя на полу камина вот вот эта развертка медведя нужно взять целого медведя отметить на нем швы и развернуть в общем концептуально довольно просто по факту есть нюансы как всегда потому что я обожаю картинку да она хорошая для тех кто не понимает что такое развертка что такое юви да 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 но опять же то есть вот эту вот бумажку ее можно по-разному завернуть на шоколадку так что у него глаза будут где-нибудь с другой стороны а это это плохая ювишка ювишка нужно как раз чтобы все оказалось там где оно должно оказаться криповенько ну слушай а как знаешь бывает подтянешь текстуры не на те ювишки смотришь да и поленько пойду к покорю это отперекурить вот принципе про юви много говорить смысла нет а хотя не есть один нюанс но он такой больше про рассуждение о жизни кто юви должен делать потому что на этот счет вообще мнение расходится это пускатник с ювишками эта модель которая буду на стриме делать в следующий раз только в мае скриншот сделал откуда было вот некоторые считают что ювишки должен делать моделлер некоторые считают что ювишки должен делать текстурщик это такая чисто историческая вещь потому что раньше давным-давно текстуры рисовали в фотошопе плюс это могли быть люди которые не очень умеют в 3d но зато умеют фотошоп и поэтому они не имели скилла чтобы эти собственно и видеть делать им их давали и говорили давай рисуй и рисовали получалось красиво сейчас так как все становится удобней и опять же рисовать текстуры в фотошопе уже не надо то все это в принципе объединяется вот в одного такого 3d художника в вакууме уже там меньше стало отдельно текстурщиков отдельно моделлеров поэтому юви тут уж как получится я например предпочитаю я считаю что и вы должен делать текстурщик потому что ему потом с этим и жить по крайней мере когда я если мне приходит готовая модель который надо затекстурить я специально прошу что пожалуйста я юви сделаю сам потому что мне так лучше чем я буду смотреть на чужие юви может быть немножко ругаться в процессе перебиваю тебя брать внимание ты знаешь я может быть хотел бы что ты меня перебивал интересная история на эту тему как не 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 про юви нет кроме того что я всю жизнь ненавидел но просто это все пришлось на то время когда мая была версия 6 потом версия 6 5 они то что ты тогда их ненавидел я да конечно понимают очень больно 2007 2006 или 2007 не помню какой даже год был меня их тогда люто бешено ненавидел да они в мае на самом деле были такие по моему до последних лет пять назад короче они сделали их нормальными и то вопросы есть есть вопрос если нет денег на маю есть какие-то версии для студентов михаил малаховского все просто мая стала дико доступной до буквально с 20 там 21 августа у них появилась индиверсия за 1000 рублей в месяц за лицензию ограничения там какие никаких ограничений там нет главное чтобы твой доход был меньше 100 тысяч долларов в год а ну как у всех с индиверсиями то есть ну кроме как у нюка который вдруг выпустил какую-то совершенно странную индюшатину за какие-то бешеные деньги ну да они мари также пытались сделать это было очень странно мая стал реально лицензионная мая стала дико доступной этим можно пользоваться но мы вообще и мы еще будем говорить про софт сегодня мы поговорим расскажем какой софт где нужен наверное мы не готовили прям специального слайда я не помню не у нас нет под софт это такое больше разговора жизни да мы все расскажем для чего какой софт нужен но майка это в принципе я ненавижу это слово индустриальный стандарт она является индустриальным стандартом за 1000 рублей даже для обучения себе наверное в месяц можно и позволить не пиратскую а нормальную вполне себе версию рабочую без каких-либо ограничений потом если что-то не работает писать гневные письма в поддержку имеешь право имеешь права они правда не отвечают ни хрена ну что затем кто за пятюню покупал долларов за 5000 долларов в год в отличие кстати от аллегорифмика которым я несколько раз писал и мне прям офигительные ответы присылали с картинками со всей фигнёй они молодцы один раз правда была ситуация написал проблему мне через неделю чувак написал такой слушай мы тут это не могли найти комп на котором твой проект откроется купили у меня у меня был киношный просто зашел осет в дизайнере они к этому были не очень готовы тогда вопрос есть у нас про мари мари катируются вообще вообще еще катирую весьма весьма катируется но судя по тому как substance какими шагами substance идет в текстурирование больших вещей не геймдевных ну там не геймдевных поддержки юдимов то что добавилось у них последние несколько стримов на ютюбе все киношные у substance да да они прям пушат тему но я думаю да они прям давит-давит-давит плюс параллельно еще сейчас эпики влили кучу денег в квиксель и они из него делают бесплатный софт для текстурирования тоже говорят что будут любимые все будет хорошо он пока что просто прикольный не очень то может быть функциональный для больших задач но он еще и бесплатный естественно это будет тоже аллегорифмику наступать на пятки им придется как-то шевелиться в отличие от мари юдима это да ладно давай у нас программу нашего стрима сегодня но поверьте на слово в данном случае юре и мне наверно в какой-то степени что юдима это круто но мари все равно канает потому что мари может делать вещи которые может делать только мари другой вопрос что она сожжет вообще видеопамять стоит безумных денег и у нее немножко злобный интерфейс просто он не очень удобный но для некоторых задач придется использовать мари мари канает не просто для некоторых задач она канает во многих студиях просто потому что вы ну если кто не работает еще пока в индустрии я открою этот секрет полишинель для тех кто там равно работает студии покупают софт и переходить с одного купленного софта на другой покупать но мы тоже вливать огромное количество денег в перестройку пайплайна это очень дорогое удовольствие поэтому мари канает и она еще будет долго к нам знаешь что она сделает то что нужно да обязательно те кто купил substance они на марине будут перелезать ближайшее время ну да и это незачем делать он нравится текстуре 3d code и квиксель сьют ну хорошо это понимаете какая штука вопрос индивидуальных предпочтений это очень круто пока это вопрос ваших индивидуальных предпочтений и не вы не выходите на какую-то проектную работу помнишь мы хотели про софт попозже поговорить потому что это вот ровно этот разговор да ну вот он туда и ушел собственно про это так вот личные предпочтения хороши когда вы какой-нибудь инди проект пилите двоем с друзьями там втроем либо в одиночку либо студия просто очень маленькая тоже но это по сути считай с друзьями да да тогда все что угодно может быть но как только вы падаете именно в студийные условия есть жесткие ограничения они и накоплены опытом опыт сын ошибок трупов с одной стороны с другой стороны вы накоплены покупками купленными лицензиями по разным причинам лицензии покупать иногда осознанно иногда не осознанно такое тоже бывает да просто купили а потом ну придется пользоваться по акции слушай я помню что на одной студии ну нюк покупали мариба прилагалась просто по акции там две три лицензии ну тоже взяли ну почему нет кучерявое предложение то есть сколько море стоит конечно ну и плюс внутри есть ну те кто покупает их осознанно они на этом выстраиваются там свои пайплайны и прописывают какие-то обвесы студийные обвесы это скрипты дополнительные которые позволяют гонять материал туда-сюда без ошибок работать нескольким человеком профессиональный софт обычно позволяет это делать это отличает его от непрофессионального то что его можно встроить вот во взаимодействие со всем остальным какие-то скрипты дописать и автоматизировать какие-то штуки простые да вот тут просто ну пишут софт это просто инструмент безусловно но если это в условиях студии то к этому инструменту прилагается куча ограничений есть еще очень важный момент что если вы текстурили что-то допустим в 3d код те которые в студии не используют а потом вы простыли а сет надо текстурить сегодня а никто 3d код больше не умеет это резко становится проблемой точно такая же история с плагинами и даже хуже когда вот ребята особенно композера до этим отличаются типа я сейчас на плагинах все накомпожу все все соберу и отдам вам скрипт а в студии нет плагинов этих ну да ты открываешь скрипт а половина отвалилась фурнасы или сапфиры за какие-то там величайшие тысячи долларов и все и не скрипт не работает проект не будет работать если вы там на плагинах что-то накрутили сидя дома и отдали все это в реальный проект а плагинов студии нет и это это будет проблемой на самом деле да а говоря в общем general про софт который востребован но в индустрии его не так уж и много несмотря на как кажущееся там разнообразие софта на рынке его не так уж и много но есть там макс есть майка нет макса нет ну слушай я знаешь я прям про макс скал с каким-то скепсисом хотя он рабочий инструмент вполне не в нем классные штуки делают мне это просто такая рекоринг джоук что называется вот дальше ну что у нас синька синема 4d blender мода и мода да но мода в меньшей степени я просто на час назвал вот эти вот самые макс майя и ну и гудини гудини для моделинга нет гудини вообще единственный 3d софт который реально отличается да да вот все остальные примерно 3d гудини рано у нас часто у нас мы с каждым студентом проводим собеседование перед тем как на курс его зачислять с нашим на любой курс вот и на гудини идет много ребят кто только начинает в трехмере мы не берем таких без обид если здесь кто-то сейчас есть на стриме из тех кого мы отказали без обид это просто важно чтобы гудини не был первым изучаемым 3d софтом невозможно проходить там серьезный курс по гудини и изучать просто вот на уровне что такое полигон что такое вертекс что такое нормально мне еще кажется с таким гудинчиком потом работать будет тяжело да нет это не боги горшки обжигают слушай всему можно прокачаться но лучше если гудини будет вторым софтом если вы там поизучали макс майку там синему блендер где-то полмодика хотя бы поднаторили в базовых 3d понятиях что такое там мы тогда за софта закончим потому что вопрос какой софт изучать он важный и болезненный болезненный для всех я так понимаю эта тема очень острая для ребят кто у нас сейчас конечно да ну то есть это ты собираешься учиться тебе надо понять чему тебе учиться то вообще здесь ситуация она на самом деле очень просто обстоит если вы хотите в кино или анимации вам надо учить майю все при этом да то есть я не надо сказать я тоже не то что прям очень адепт майя я использую blender много я люблю этот софт но я сдаю свою работу в мае и связано это с тем что просто все в ней работают в конкретно в этой индустрии если вы хотите заниматься мошен дизайном там такая ситуация только cinema 4d абсолютно если вы хотите в геймдев там есть макс но сейчас почти все на мае да я не закончил там есть макс и мая это если говорить про крупные студийные проекты если говорить про инди проекты там есть блендер но его часто много да да вот в инди очень много блендер бесплатный блендер хороший вполне себе и для инди проектов он очень себе горит так же блендер имеет смысл учить если вы концепт артист например это важно потому что концепт артистом на студии ну платный софт отдельно под него покупать никто не будет когда он нужен исключительно ситуативно под вот решение какой-то мелкой своей задачи на 3d какой-то примитивной геометрии быстренько осветить дальше фото башить сидеть фотошоп поэтому да если вы концепт артист художник по концепту легкий быстрый он сразу красиво делает да кучу плюсов я вот что хотел сказать что софт это вообще в принципе не вопрос какой лучше это плюс-минус вопрос кнопок потому что если вы из любого 3d софта экспортнете свою 3d модель в какой-то общий формат вы по этой модели не сможете сказать в каком софте он сделан ну кроме там нейминга объектов вопрос модели же может принести fbx или обж для моделей разницы особо нет в чем на чем работать в принципе да тут дальше вопрос нашего диалога перед стримом с введением usd должно же быть проще в этих межсофтовых проблемах рома мы хотим в это верить но судя по последним релизом usd там становится путаница больше как это есть 10 конфликтующих стандартов давайте изобретем 11 чтобы типа все решить есть один из конфликтующих стандартов возможно знаешь произойдет следующее это я ровно опять отвечаю что произойдет следующее они через пару лет запутаются в нем и начнут новый стандарт не звучит вообще логично потому что опять же если говорить о том что 3d модель она более-менее такая же анимация тоже в принципе переносится кости переносится то почему бы не переноситься там еще каким-то оставшимся вещам там констрейном то что они тоже везде в принципе плюс-минус те же самые ну то есть это можно стандартизировать но тут очень много людей должны как между собой договориться это всегда непросто это практически невозможно пишут в чате гудини моделить можно там все очень удобно но соглашусь с ребятами не тот софт который должен быть первым можно моделить но там с недавних пор стало можно нормально модели да они поработали над этим но но ты не будешь изучать гудини для того чтобы в нем моделить вот тут скорее такой вопрос это странно но вопрос опять же покупки какой-то лицензии ну я я не фанат как-то пиратского софта у меня все у нас все лицензии и у меня даже дома на обоих домашних ноутах у меня все лицензии все что мне нужно либо фришный софт ну да и в при цене гудини лицензии она все-таки подороже будет чем инди майка гудини конечно все но востребован очень но не со стороны моделинга если модель не процедурный да да не процедурный то майка исключительно майк вопрос зачем он просто нужен гудини в общем да резюмируя тут ситуация исключительно в том чем все пользуются изучать тот софт который написан в вакансии надо знать не потому что он лучше или что-то потому что вот так сложилось юр тут по-моему меня не очень хорошо слышно можешь меня чуть-чуть погромче делать давай сделаю тебе чуть-чуть погромче так слушайте-ка сделал погромче чуть-чуть да сделал ну напишите как будет меня слышно дальше хорошо давай продолжать вроде бы наверное про софт мы ответили да мне кажется да про софт пока больше нет да у меня давайте вернемся картинка про текстурирование текстурирование прям много не сказать текстурированием в последние несколько лет 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 семь может быть все стало в разы лучше потому что появились какие-то стандарты начал пбар активно появляться все теперь в вьюпорте можно посмотреть потекстурить она выглядит похоже на рендер потому что раньше это был кто как вообще что делал все делалось на глаз никакого понимания как это по физике работает вот сейчас вы открываете пейнтер мари или что-то в принципе видите более-менее финальную вещь и текстурируете вот тут картинка которая у меня приложена это задание на текстурирование ну я не верю что это задание на самом деле прямо на текстурирование но по-хорошему оно как-то так должно выглядеть потому что всегда есть вопрос коммуникации потому что если вам говорят что вот надо на текстуре железо который будет ржавая с потресканной краской скорее всего сейчас вот у всех кто это слушает в голове появилась какая-то своя картинка в идеале должна быть конкретная картиночка что вот вот это должно выглядеть вот так это хорошее задание текстурирование я текстурирую очень люблю потому что это такое это про мелочи это про нюансы это ты ходишь всматриваешься в реальные поверхности пытаешься понять почему они выглядят так как они выглядят что их делает имя а потом у тебя 10 слоев с опасите 5 процентов и в итоге все вместе это дает какую-то красивую картинку это наверное не для всех конечно но что что ты имеешь ввиду что не для всех ну вот такое вот упарывание мелочи конкретно в этой области так то упарывание в мелочи это в принципе про 3d тут вопрос найти свои мелочи которые тебе интересны соглашусь да с моделированием там или со скалптингом тоже самое это начинаешь это вообще профессия немножко для перфекционистов переключиться да и дальше у нас после того как мы по текстуре ли осет идет лукдев лукдев такая немножко непонятная штука ну то есть не все одинаково эту вещь понимают если ну вкратце то лукдев это то что происходит после текстурирования и до рендера то есть это некоторая финальная сборка того как вещь выглядит потому что зачастую у вас не бывает так что вы из софта в котором вы текстурите текстуры сохранили подключили их в дырочки на материале и готово как правило так не происходит потому что возможно какие-то вещи будут процедурно генериться прям внутри материала что-то может вообще не быть возможным в вашем софте текстурирование то есть там нет такого слота просто и вам надо будет это собирать есть нюансы связанные с физикой материалов когда нужно их на слои разбивать ну то есть куча куча нюансов это такая отдельная работа плюс лукдев еще может быть связан с тем что у вас не всегда есть возможность в принципе вещь затекстурить и вам надо сделать как-то дизайн того как она выглядит без текстур вот у меня пример есть такой ситуации это из тизера фильма кома это чувак которого зовут риппер на этом персонаже нет текстур потому что он жидкий у него поверхность все время меняется но у него все равно есть какой-то дизайн дизайн должен был кто-то сделать именно дизайн того как он выглядит не форма его да а вот потому что он на самом деле не просто черный он еще немножко полупрозрачный плюс на нем еще есть такой слой похожий на словно бензиновые разводы тут не очень видно из-за компрессии это с ютюба скриншот делал плюс тут есть например такой нюанс который не связан с дизайном внешнего вида но тем не менее он состоит из двух моделей то есть есть сама модель персонажа и есть вот эта жижа которая с него слетает эти две поверхности пересекаются и они прозрачные и тут есть такая как бы штука что когда у вас два прозрачных материала пересекаются то это нюанс и для того чтобы это корректно отрабатывало тут использовался кастомный шейдер который короче тут еще плюс есть помимо художественной составляющей понимание как бы технических ограничений физики процесса поэтому дал где в такая интересная тема хотя я вот в чистом виде лукдев артисты никогда не видел обычно этим занимаются рендерщики тебе встречались нет ты знаешь мне в наших российских реалиях такое тоже не встречалось хотя ты знаешь я тут что узнал про лукдев оказывается на украине в украине есть студия которая работает на кларис я подожди вот этот фильм начинался на кларис ну начинался и закончился нет ну потому что я я в тот момент там был супервайзером 3d и сказал что не ребят давайте на арнольд вот и они в они встроили кларис к себе pipeline и лукдевит в ней ну или в нем кларис это мальчик или девочка она это имя хорошо но это же софт это же он ну как арнольд арнольд же не она но арнольд он клариса она все нормально а вот в чистом виде лукдев артистов в российских реалиях я в принципе нет потому что нет настолько больших студий настолько конвейерного производства да либо это рендер артисты рендер рендерщики да кто настраивает финальный финальную сцену свет либо лукдевные обязанности уходят на 3d артисты ну то есть на модели текстурщик свой ассет потом еще собирает в шейдеры да и проверяет их и отдает уже на рендер да и там рендерщик единственное может по цветам немножко подкрутить чтобы она лучше вписывалась в остальную композицию так кстати мне должно быть написано лукдев не текстурирование ну что ж давай менять уж что уж тут на следующий раз вот в принципе это все что делает 3d артист хотя с большим уходом в софт мы наконец-то добрались хотя я думал за полчаса это сделаем нет у нас стримы долгие мы любим наши стримы я не против я же мы любим ребят кто приходит на них и будем отвечать на их вопрос и так атаку прочее еще у меня есть вот такой слайд потому что мне кажется это важно потому что опять же как всегда путаница в терминах одна и та же вещь может называться десятью вещами или быть не совсем такой вещью но примерно похожий собственно сидж артист 3d художник 3d артист вот эти все вещи это одно и 3d моделлер layout артист текущий артист лукдев артист это под профессии которые могут быть закомбинированы как угодно вы можете заниматься чем-то из этого вы все равно будете 3d художником если вы только не замените чем-то одним если модель этого модель а так 3d художник тут еще есть такое слово которое я узнал недавно ну как год назад где-то серфа синг артист для меня серфа синг это всегда было из када оказывается нет теперь серфа синг артист это вот тот кто помимо того что текстурит еще и шейдеры собирает в принципе сейчас в целом тенденция генерализации потому что раньше например такого не было тот кто рендерит он рендерит все очень сложно технично и в это нужно прям погружаться тот кто текстурит он знает свой текстурный софт он текстура отдал потом рендерщик уже вот что у него есть то есть он пытается из этого красиво сделать и это само собой не очень здорово человек все-таки должен понимать куда идет то что он делает и как это работает и так как сейчас это все как сказать стримлайнится как-то по-русски в общем все это стало удобно то профессии начали объединяться потому что это может делать один человек он видит достаточно финальную картинку и все все удобно и быстро делается то есть наличие того же самого substance принтера и каких-нибудь процедурных штук в нем оно не делает так что вы условно делаете асет в 10 раз быстрее вы просто тратите то же время но у вас получается в 10 раз лучше и со всеми новыми кнопками это обычно так происходит есть еще такая немножко мутная специальность 3d generalist адовая муть служить ну как ну то есть тут тут скорее сам термин он непонятный это человек который делает типа все еще у меня тут зайчики дальше есть нет зайчиков у нас нет я это называю знаешь как нельзя тут даже запикать мне нечем себя но это называю так жужу гадаю ворожу пою в любой тональности слушай есть люди которые делают это хорошо это просто такая очень нишевая история то есть 3d generalist от которой вот на этой картинке будет практически весь продакшн делать нельзя делать хорошо все это мое твердое убеждение это правда можно делать достаточно да по качеству для чего-либо но хорошо все невозможно делать поэтому я не верю в дженералистов особенно когда приходят дженералисты в кино и тогда начинается полная лажа потому что он вроде что-то умеет но вроде умеет все но в итоге получается что что-то более-менее а остальное не в топку ну да человек вряд ли будет ссоре за такой прям вот резкость да в отношении дженерал хорошо анимировать и фиксить и рендерить ну потому что конечно анимация это вообще отдельная немножко штука но с другой стороны вот если отсюда убрать анимацию и убрать в fx то вполне себе ну то есть а еще бывает что человек еще и композит кстати не ручки крути на цитакуре потом да то есть когда человек работает уже там 15 лет в принципе он может много вещей делать хорошо и вот тут час коробки извини юр прости меня за живое зацепило у нас как это то ром к чему мы всегда призываем учить смежное я все я понял что это ты объясни потому что я тоже сам не сразу осознал да ты ну это как бы ты шейп в форме буквы т да то есть одно вы знаете глубоко вы находитесь в центре этой буквы т да то что находится в центре вы знаете глубоко например вы знаете ну я не знаю там композ ну простите у меня сейчас на композ слетела вы умеете композить хорошо но при этом вы знаете предыдущий этап вы знаете какие ошибки вам прилетают из рендера допустим да и как их исправлять или как помочь рендер артисту или как вообще устроен рендер но и вы знаете что дальше будет с вашим материалом происходить после того как вы что-то на композе вот это называется тишейп я бы сказал что вот это как раз вещь обязательная да то есть если вы моделите вы изучаете текстуры и вы изучаете шейдинг или если допустим вы текстурить да вы изучаете модель и вы изучаете шейдинг ну рик да рик кстати если вы планируете что вашим модели будут потом анимироваться, если это не хардсерф модель. Хотя хардсерф тоже может анимироваться вполне себе нормально. Вы изучаете RIG. Плюс вы знаете еще требования, как сделать модель под VFX, потому что там свои требования. Ну да. Это называется E-shaped. Вам не нужно углубляться глубоко в RIG, вам не нужно углубляться в написание RIG скриптов, вот этого всего. Вам не нужно углубляться в симуляции, там становиться эффиксером. Но знать, что потом дальше будет происходить с вашей моделью и понимать, как ее сделать под RIG, как ее сделать под VFX, потому что там есть отдельные требования под разрушение, под все вот это. Это очень хорошо, это очень правильно. В принципе, даже если вы хотите быть условно моделером, посмотреть какие-нибудь, я не знаю, не сильно длинные туториалы про все остальное, очень стоит, чтобы просто понимать, как вещи работают. Посмотреть туториалы и что-то свое сделать, потратить на это по 20 часов своей жизни. В идеале, в принципе, желательно попробовать разное, потому что бывает, что думаешь, что хочешь стать моделером, и потом вдруг оказывается, что ты аниматор. Я знал такого человека, который хотел стать 3D-артистом, потом что-то у него анимация как пошла, как пошла, и мы все такие, ты что, давай, хороших аниматоров мало. В сфере гендевы, например, и в сфере кино, ну и в анимации то же самое, есть две хорошие профессии, через которые очень хорошо можно осуществлять вход в сферу. В кино это 3D-артист или композ. Они совершенно диаметрально противоположные, но через именно эти профессии очень хорошо осуществляется вход в кино. А в геймдеве это 3D-артист. То есть, ну, очень тяжело войти в геймдев сразу став там FX-артистом. Или, не знаю, геймдизайнером. Сложно войти. Не знаю, я думал, в геймдев заходят тестерами. Ну, тестером можно, да. Но я имею в виду не то, что там не работа с кодом. Это в разработку, да, это я так. Да, не разработка, а именно создание ассетов каких-то. Вот. В анимацию то же самое. А 3D-артист либо композ. Вот эти вот две профессии очень хорошо вас приведут к работе. Ну, это же так. Значит, 3D-артистом ты тоже не делаешь сразу все. Сначала дадут какие-то плей-ауты, какие-то модельки несложные. Ну, да. Вот тут, кстати, вопрос есть, Игорь Григорчук. Если хочет изучать разрушения и композить их, могу научить, начать учить гудине. Сейчас пока в майке ковыряешь. Игорь, отвечу на вопрос очень просто. И смотря, где хочешь работать. Если в геймдеве, то... А, композить, это кино. Композить, это кино. Да, это кино. Гудине. Исключительно гудине. Не нужно изучать. А композить? Ну, композить, нюк, к сожалению. А, в смысле вопрос был, какой софт изучать? Ну, да. Да, конечно, гудине. Ну, он просто про гудине спрашивал, поэтому я говорю, что... Да, тут никакие. ...спросил майку и гудине. Гудине. Да. Вообще вопросов нет. Композ, нюк. Так, тут про разницу порядок артистов в плане джуниор, мидс, сеньор, лидс и так далее. Расскажем. Ром, чуть попозже напомни, пожалуйста, вопрос. Расскажем чуть попозже. Да, хорошо. Я сейчас коротенькую вещь... Еще один, подожди. У меня пока на экране вопросы есть. Ребят, сложно ли найти работу на фрилансе композеров в нюке? Легко. Вот так. Находится работа на фрилансе. Я даже скажу, открою хитпоинт и такой хинт дам. Чем ближе осень, тем больше работы на фрилансе к композеру. Влог крайне проста. Под Новый год выпускается, выходит куча проектов релизиться. Причем, да, таких проектов, в которых половина графики сделана на композе. Да. Ну и вообще, в целом, вторая половина года в кино, это всегда рабочая половина года. Первая всегда раскачка, препродакшн и т.д. и т.п. Потом летом идет съемочный период. Все снимают, да, то есть 3Dшники какие-то ассеты, а осень начинается жара. Да. Иногда она продолжается до февраля-марта. Да, мы сейчас как раз делаем «Майор Гром», да, и работаем на этом проекте в качестве VFX-продюсера, и у нас как раз осень, у нас начинается жара. Так что да, то есть вот такая есть сезонная штука, и легко. С фрилансом просто на композе очень легко. Ну, сейчас вообще многие… Никаких фрилансов тут есть, прости, Юр. Говори, что я сейчас в монологе. Я так долго говорил, что давай. Можете посоветовать, никаких. Эта работа не ходит по фриланс-сайтам. А мы до этого сейчас дойдем, да. Да, мы про это еще расскажем, мы будем говорить про работу, про все вот это. Мы планируем в полтора часа уложиться, ребята, сорян. Будем говорить дольше. Мы до этого даже еще близко не подошли. Да нет, кстати, недалеко. Пара слайдов. Ну, все равно. Ну, сейчас как пойдет, да, может, еще вопросы будут. Да, конечно, вопросы накидают. Могу, да? Так, если интересны 3D-мультфильмы и анимации, что лучше изучать? Женя, девушка, спрашивай. Ну, то же самое, смотря, что хочется делать. Если и фиксить, то, конечно, это гуди не больше. Если 3D-артист, майка. Ну да. Компост, нюк. Да. Тут вообще, действительно, довольно просто. То есть, мы повторим еще раз, да, геймдев – это майя, иногда макс. Кино – это майя. А еще геймдев, если инди, это маленький проект, это блендер. Моушн-дизайн, там, телевидение, реклама – это майя плюс синема 4D. Если мошн-дизайн, то исключительно синема 4D. Нет, еще в Гудине сейчас начали активно юзать. В Гудине, да, в Гудине у нас, я сужу, ты знаешь, у нас года 2 к нам идут ребята на Гудине, и очень много моушн-дизайнеров среди них. Они приходят с одним и тем же запросом, они говорят, что мы достигли в синьке потолка. Ну, потому что в синьке – это набор кнопок все-таки, хоть и очень творческий, а в Гудине тебе позволяет прямо уже по жести. Да, это правда. Да, все, я не буду тебя больше перебивать. Прости, великодушный. Я все забыл. Не, на самом деле, я такой нюанс хотел сказать про дженералиста. Я все-таки чуть-чуть хочу сказать про него, что есть тут хорошие моменты, потому что бывает, что действительно клевый дженералист, который уже бог знает сколько лет работает, и вот человеку можно просто отдать шот, и он его сделает. И это бывает удобно. Я в своей жизни знаю одного такого человека. Там, правда, начинается проблема, если он вдруг его не вывозит. Но стремиться стать дженералистом вообще бессмысленно. Надо делать то, что нравится, и все, не пытаться обаять необъятное. Знать – да, но делать все хорошо – не, это плохой путь. Так, вопрос просят инсайт из MainRoadPost. Вышли ли они из ковид-бункера, и стоит ли туда ломиться на гудине артиста? Ну, в MainRoadPost всегда стоит попытаться счастья зайти, конечно. Не, они удаленно фигарили. Но, по-моему, да. Не работали удаленно. Я знаю, что сейчас они постепенно выходят на работу. Да, вот что. Я хотел про удаленщиков сказать. То, что сейчас, даже до ковида, эта тема, она как-то так со скрипом, но набирает обороты, потому что у нас, например, была ситуация на студии, что мы просто не могли найти композеров, которые бы хотели идти в офис. И, да, может быть, нам бы и хотелось, чтобы они были в офисе, но в итоге пришлось работать с удаленщиками, потому что, ну, вот так. Да, ты знаешь, ну, просто композ располагает к фрилансу. Да, по-моему, что угодно располагает к фрилансу. Было бы желание. Ни фига подобного. FX-и нифига не располагает. Ну, FX-и, потому что тебе нужен компьютер на 64 ядра и пару терабайт оперативки. Конечно. 3D-artist точно так же, вот работа 3D-artist располагает к фрилансу вполне себе. Да, рендер-artist-у тяжело, потому что ему сложно подтягивать. Рендер-artist, да, он привязан. Ну, с другой стороны, удаленный комп и вперед. У нас точно так же на студии был комп-призрак, там работал чувак, фиксер удаленно, то есть это просто была машина, которую вот он откуда-то занимал. Но и если вы только пытаетесь начать работать, про работу на удаленке просто забудьте. Да, это правда. Не потому что вам не дадут, а потому что вам самим же от этого хуже будет. Вы не будете нифига прокачиваться. Вы будете вариться в собственном соку, вы будете плодить ошибки, вы не будете знать, как их решать. Да, вы будете делать то, что умеете, и на этом как бы все. Старательно заучивать собственные ошибки. Вот эта проблема начала работы сразу на удаленке. Поэтому путь должен быть очень простым. Туторы, либо какой-то платный структурированный курс. Не буду лить лиги на нас, но мы этим отличаемся. Платными структурированными курсами. Тем не менее, либо туторы. Самообразование никто не отменял. Но туторы на Ютьюбе, у них есть нюанс, что там ты никогда не знаешь, что тебе рассказывают, правильно это или нет. Да, это правда. К нам вот на Гудине и на Unreal к нам приходят ребята, которых приходится переучивать. Это боль беда. Которые бы насмотрелись индийских туторов, и просто там какой-то трэш в голове творится, какая-то каша. Ну да. Это приходится переучивать. Поэтому хорошие туторы... Хороший тутор, еще надо понять, хороший он или нет, когда у тебя нет опыта. Но обычно, если у чувака на Ютьюбе есть рил каких-нибудь голливудских фильмов, то это хорошие туторы. Не факт. Ты знаешь, не факт. Это правило. Правило, но не факт. Но не гарантированно, да, конечно. Не гарантированно, потому что над проектом, над большим, работает куча людей. В том числе за ним приглядывает супервайзер. Я сейчас просто конкретно говорю про Арвида Шнайдера, который делает тутеры по Арнольду. Он очень клевый. Тут Женя Орданович нас спрашивает. Человек в маленьком городке, где нет геймдев-студии, нет шансов попасть в индустрию. Шансы есть всегда. Жень, мы говорим про то, что начинать на удаленке крайне сложно, потому что ты сидишь в своем вакууме, в своем коконе, общаешься с лидом или с супервайзером, кто тебя курирует через скайп, дискорд или что-нибудь еще. И все, на этом все. И ты раз за разом повторяешь одни и те же ошибки. Просто когда ты заказываешься в студии, ты начинаешь расти с чудовищной скоростью. Да. Твоя кривая обучения очень гладкая, очень плавная. Она очень растянутая во времени. Как только ты попадаешь в студию, в этот креативный суп, ты становишься просто реально как попкорн. Ты сидела, сидела такая, фигак, и уже вообще артист прокачался. Один сделан из данный проект, ты уже гораздо более скиллованный, чем несколько месяцев назад, когда только пришла. Правда, конечно, в процессе будет очень сильно гореть одно место, но это нормально. Будет гореть. Оно всегда будет гореть. Это не бывает... Я имею в виду по сравнению с каким-то ненапряжным фрилансом, удаленном модельке моделить. Когда ты попадаешь в студию, ты понимаешь, как вообще, что работает. Я обращу внимание всех ребят, начинающих, к тех, кто проходит какие-то курсы. Если вам гарантируют трудоустройство, бегите как можно дальше. На курсах ты имеешь в виду? Да, на курсах. Если вот в рекламе вам гарантируют трудоустройство, бегите как можно дальше. Невозможно гарантировать трудоустройство человеку, который только-только пришел. Мы, со своей стороны, да, вот что мы делаем? Мы своих ребят рекомендуем. Просто потому что... Знаете почему? Потому что мы сами, и я там, и преподаватели, мы в индустрии очень давно мы всех знаем. И поэтому толковых мы рекомендуем. Мы не можем давить на студию, мы не можем гарантировать трудоустройство. Но толковых мы, ребята, всегда рекомендуем. Мы помогаем там шоурилами, там из портфолио в конце курса, еще там несколько месяцев можем комментировать, возиться, созваниваться и так далее. Вот Гоша Шевченко. Гоша, ты мне на глаза попался, ты не дай, пожалуйста, соврать. Мы с твоим портфелем возились ого-го сколько, поэтому давай, пиши сейчас, что так оно и было. Слушай, ну вплоть до того, как даже я, когда я написал тебе, да, и ты потом такой, ну и Арман спросил, говорит, ты нормальный. Да, да, вот кстати, мы с Юрой не были знакомы до того, как вот, ну, Юр сам написал, да, и говорит, я хочу вас преподавать. Вот, что я сделал первым делом? Да, Юра написал, что он работал в Мейнервод Пост. Я позвонил Арману Яхину, говорю, Арман, скажи, ты знаешь... Это директор Мейнервод Поста, собственно. Что? Я говорю, это директор Мейнервод Поста, если кто-то... Да, Арман, яхину, это директор из SEO Мейнервод Поста. Я говорю, Арман, знаешь, такой человек? Он говорит, да, Юр, знаю, хорошо, все дела, можно с ним работать вполне себе. И вот мы здесь. Да, индустрия, она маленькая, это на самом деле хорошо. Поэтому, Жень, возвращаясь к твоему вопросу про маленький город, да, просто кривое обучение будет очень гладкое и очень долгое. Лучше, конечно, да, из города как-то все-таки... Если есть возможность перебраться, то надо перебираться. Знаешь, как еще делают? Я сейчас расскажу, опять же, я, простите, великодушно оторву пару минут времени. Давай, давай, да, если что, есть. На 2-3 месяца проживания в Москве или в Питере и переезжают, там, снимают комнату, квартиру, все, что удобно, да, чтобы решить свои проблемы первые жилищные и идут на студию. Может получиться так, что вы постажировались, да, и на этом стажировка закончилась, вы уезжаете домой. Я такие примеры тоже знаю, у ребят, кто приезжал, ему нужно было получить этот студийный опыт и дальше он уезжал домой совершенно спокойно. И фрилансил. И фрилансил. Или с той же студией работал удаленно. Опыт, да, он познакомился с ребятами в студии, и они его узнали, и он совершенно спокойно теперь может сидеть и работать на удаленке. Вот так тоже делают, если неохота пережать на постоянку и нет ресурса пережать на постоянку. Просто нужно накопить немножечко денег, чтобы пожить в Москве или в Петербурге какое-то время. Блин, я вспомнил байку про софт, которую надо было рассказать в разделе про софт, но я все равно хочу ее рассказать. Пожалуйста, не сдерживай себя. Просто к тому, что вот студии в основном работают в Мае, у меня чувак знакомый есть, он Мае знает, Гудини, в Синеме немножко, скалптит офигенно. И в какой-то момент ему пришло предложение от Blur, студия в Лос-Анджелесе, которая делала LoveDevRobots. Ну, она там организовывала всю эту историю. Но есть нюанс, Blur работает в 3D Max, потому что они изначально делали игровые синематики, а игры тогда делали в 3D Max. И человеку просто пришлось учить 3D Max. Ну, то есть вот пришло предложение из студии, надо софт, окей, значит, будем учить этот софт. То есть бывает так. Если очень хочешь работать в этой студии, ты... И если ты нормальный специалист, студия тоже будет понимать, что все равно есть какая-то кривая обучения. Софт такой, чисто кнопки. С одной стороны, это инструмент, да. Учите не софт, учите подходы. Потому что потом там с майки пересесть в блендер, все то же самое будет. Экструд, экструдом быть не перестанет. Он просто изменит расположение кнопок. Экструд — это термин из 3D-моделей, но кто еще не понял. Название кнопки, да. Да, название кнопки. Которые есть везде. Подходы везде одни и те же. В композе нюк и фьюжн друг от друга далеко не ушли. Математика внутри одна и та же. Изучив профессию, изучив теорию глубоко достаточно, вы сможете пересесть на другой софт достаточно просто. Опять же, по поводу блендера в GameDev. Костя, мы уже не один раз про это говорили. В инди-проектах блендер, да, в GameDev. Не, опять же, может быть какая-то конкретная студия, которая работает в блендере, как вот Blur работает в 3D Max. Без проблем. Некоторые люди таким образом ищут работу. Они говорят, вот я хочу работать с открытым софтом, я хочу работать в каком-нибудь там открытом проекте или там в инди. Я буду искать студию, которая работает в блендере. Почему нет? Это чуть сложнее путь, но он тоже возможен. Ну что, давайте поговорим про работу, что ли? Про слайд, да. Ну, это будет часть. У нас на каждом курсе есть эта часть, мы всегда про это говорим, про то, что делать с полученными знаниями. Сегодня мы не будем растягивать все это во время, потому что это тот вебинар, на котором мы все это рассказываем, он долгий, он там несколько часов длится. Поговорим чуть-чуть про это, но тем не менее, думаем, что то, что мы сейчас расскажем, это будет полезно. Так, сейчас посмотрю вопросы, что тут еще есть. Да, вопросов таких прям глобальных пока что нет. Давайте говорить про работу. У вас нет опыта работы. Я думаю, что этот вопрос прямо вот нам задавали сегодня несколько раз. Что делать, если у вас нет опыта работы? Значит, смотрите, вот эти четыре пункта, они открывают вам, откроют вам двери. Каждый пункт откроет дверь, ну, давайте, на 25%. Подожди, а как здесь последний пункт оказался? Я чуть не заметил. Какой? Про деньги. Легко. Ладно, ладно. Я тебе сейчас объясню, с чем он связан даже. Нет, поначалу, да, конечно, не надо этого делать. Я, да. У меня есть к этому жесткая аргументация, я тебе расскажу. Давай. Смотрите, значит, что? Человек не хочет в блюр. Хорошо. Поташнивает на 3D Max. Ну, не ходи, много студий хороших. Я говорю, не хочу в блюр. А блюр-то этого и не знает, простите. Шаурил, либо портфолио. Вот, да, шаурил, немножко такая пугающая вещь, как ты сделаешь шаурил из ничего. Тебе надо поработать на студии, чтобы у тебя был шаурил. Если ты гудинщик, ты можешь, да, какие-то там FX свои порендерить, потому что там важна динамика. А так портфолио, да. Да, да. Что такое шаурил? Ну, я думаю, что здесь все знают, но это шаурил в том же самое. Портфолио только в движении. То есть это ролик с вашими работами собранный. Под музыку, с контактами и так далее. Либо портфолио. Но, Юр, мы с тобой спорили про то, что делать моделеру, или 3Dart, стоит ли делать шаурил, или портфолио обойтись. Это на ваше усмотрение. Если вы чувствуете в себе, что вы можете отрендерить какое-то видео, какие-то тернтейблы. Тернтейбл – это когда ваша моделька, она крутится просто на 360 градусов, чтобы ее можно было посмотреть со всех сторон. Это будет круче, если вы можете так сделать, чем просто статичные картинки. Потому что, если вы идете в кино, ну, вообще все любят смотреть изображение. А если оно еще движется, то все смотрят его как изображенное. Я просто на самом деле, я не то, что с тобой спорил, я просто считаю, что тернтейблы немножко переоценены, скорее вот так. То есть без тернтейблов вполне... А я знаю кучу супервайзеров, я с тобой не спорю. Может быть, может быть. Они каждую свою фразу мы предваряем, я с тобой не спорю. Ну, потому что, да, это... Так вот, я знаю кучу супервайзеров, которые на тернтейбл заходят отлично, если они могут модель со всех сторон посмотреть, и если это еще потом оборачивается, сетка оборачивается в текстуры, ну, тоже тернтейбл, тернтейбл. А тернтейбл имеет смысл в основном-то и на текстурах, когда ты видишь, как у тебя свет отыгрывает, вот эти все мелочи, все остальное, можно по картинкам посмотреть. Ну, то есть я тоже людей хантил, и если я вижу, что спереди сетка прям офигенная и классная, ну, вряд ли там сзади будет прям совсем плохо. А сзади просто не модели. Просто, да, дырка. Ну, в любом случае, я спереди смог сделать, значит, ну, сзади сможет. Надо просто его... Да, ну, одним словом, выбирать шаурил или статику, там, движущееся изображение, либо статику, это на ваше усмотрение. Но, что самое главное для 3D-артистов, всегда показывайте сетку своей модели. Если вы хотите просто текстурить, показывайте текстуры и наборы карт, из чего все было собрано. И если можете, накиньте простые шейдра, то есть простые материалы, да, чтобы посмотреть, как ваши текстуры отрабатывают. Ну, и с пейнтера можно просто порендерить, и все. Да, да. Там прям кнопочка есть. Вот, без шаурилы или без портфолио. Делать нечего. Даже пытаться не нужно. Ну, то есть, да, видео может не быть, но какой-нибудь ArtStation или Behance, лучше ArtStation, должен быть. Что класть в шаурилу? Ну, я не помню, мы собирались про это рассказывать. Да, собирались. Класть, только лучше. Не пытаться брать количеством. Это бессмысленно. То есть, 2-3 офигенных модели, если они офигенные, этого достаточно. Все понимают, что вы джуниор, что вот что вы можете, вам неоткуда взять дофига работ, это нормально. Если вы будете показывать просто количеством, а там половина будет шлака, я скорее усомнюсь. Потому что то ли вы можете, то ли вы не можете, непонятно. Мы на большом нашем вот этом вебинаре про трудоустройство, которое у нас на курсе всегда проходит, мы говорим эту фразу «Вас судят по самой плохой работе». Вашей шауриле. Вы ее запомните, эту фразу, навсегда. Даже если вы у нас не будете учиться, нам не жалко ее сейчас вам отдать, подарить. Вас судят по самой плохой работе. Знаете это. Потому что все хорошие работы сразу перечеркиваются, и все думают, о, это он под чьим-то руководством делал. Да, по тутуру там повторял. Если он только начинает, если вы Джун, если вы только-только начинаете. А самый плохой он сделал сам. Вот такая психология. Поэтому кладите только убойные работы. Потому что, да, если человек понимает, что он делает, он видит разницу между плохим и хорошим, а если он этого не видит, то возникает вопрос к его хорошему. Дальше. Хорошее письмо. Это важнейшая вещь. Очень часто приходят шаурилы просто... Подожди, ты скажи вообще про то, что письмо надо писать, а не искать на Headhunter работу. Да, да, это важно. На Headhunter работы нет. Я знаю, что очень много ребят к нам приходят и говорят, мы не знаем, где гуденщиков ищут. На Headhunter посмотрели, никто их не ищет. Эта работа не ходит по Headhunter. Эта работа не ходит по, не знаю, по Job.ru и так далее. Наша работа вся ходит из рук в руки. Артисты передают друг друга, да, там, и кому-то советуют и так далее. То есть, как мыслит супервайзер или лид? У него появляется задача. Ну, допустим, ему нужны дополнительные концепты артиста или дополнительный моделлер. Куда он идёт? Он идёт к моделерам и говорит, ребят, слушайте, у нас тут работа поднавалила. Кого можете посоветовать? Кто есть знакомый? И всё. И вот так вот люди приходят на студию. Ну, то есть, соответственно... Таких Headhunter нет. Они это не работают. Не ищите там работу и не расстраивайтесь. Подожди, то, что ты сейчас говоришь, это исключительно по знакомству вариант. Это не всё. Это не единственный... Да, да. Это для тех, кто уже как-то засветился, да, и как-то поработал. Для тех, кто только начинает, только непосредственно письмо в студию. Видите вакансию или не видите вакансию. Это не обязательно. Потому что, если у вас хороший рил или портфолио и под вас сейчас нет вакансии, вас всё равно HR занесёт в табличечку и напишет, что вот этот человек может нам пригодиться. И поверьте, если вам напишут, что мы вас запомнили, то есть мы вас внесли в какой-нибудь там waiting list или просто к нам в контакты, это не значит, вас куда-то послали или сделали отписку. То есть просто ещё осень не началась. Да, ещё осень не началась. Просто сейчас под вас нет работы. И студия обязательно вспомнит. Я знаю, что это 99%, что студия вспомнит, когда вы будете нужны, когда для вас появятся задачи. Потому что, например, мало какие, у композеров весной работа снижается, количество киношных композеров. И бывает, что люди присылают, им говорят, ну нет, пока нет работы. Ну ок, осенью заходят, всё, садятся на место. Либо получают работу. Да, ещё очень стоит тусоваться на всяких CGRU, ой, CGRush в фейсбуке группы. Есть ещё сайт с вакансиями. Сейчас, подожди, может, про это есть? Нет, нету. Называется Staya. Staya WC. Но это в любом случае такая немножко закрытая тусовка в плане того, что на джобе, на хэдханте этого ничего нет. Это всё равно такое собственное варево. Это тусовка, она несмотря на то, что она закрытая. Она закрытая, да, не в том смысле, что она какая-то никого к себе не пустит. просто она живёт в каких-то своих местах. Она тусуется на других просто ресурсах, на других сайтах и по-другому приходит просто. То есть опять же, да, я когда искал людей, я их искал просто непосредственно на ArtStation, там в поиске, можно вбить навыки и локацию. Я искал просто вот людей в Москве, моделлеров, смотрел, что нравится. Да, я просто писал в личку. Да, верни предыдущий, пожалуйста, слайд. Да, там было, сейчас назад, вот. Сейчас он ещё настремляет. Ещё. Не-не, я уже вернул. Дальше, стажировки. Да, то есть вот письмо, напишите, напишите письмо в студию обязательно. И знаете, что я вам сразу скажу? Не отправляйте пустой шаурил или просто ссылку на вашу работу. Напишите, не поленитесь, напишите письмо конкретно в студию. Мы об этом всегда говорим на нашем вот этом вот занятии про работу и здесь тоже скажем. Все любят индивидуально заточенные письма. И это важно. Если вы отправляетесь письмо в какую-то там студию, напишите, почему вы хотите работать тут. Именно тут. Покажите, что вы знакомы с проектами, которые делала студию. На том конце провода тоже сидят люди, да, им тоже просто будет приятно. Не хочется от вас какой-то заинтересованности, а не просто исполнителя. Что вы заинтересованы в конкретной студии, да, это очень важная вещь. Поэтому не ленитесь написать сопроводительное письмо. К нему уже прикладывайте ссылку на ваше портфолио. Ну и плюс пишите немножко о себе. Чуть больше, чем я 3D-шник, вот мой рил, все. Про письмо мы еще поговорим, про то, что там должно быть, мы это расскажем. Проситесь на стажировки. Стажировки студии практикуют. И это нормальная вещь, попроситься на стажировку. Стажировки не оплачиваются, но это не значит, что вас будут, как раба на галерах, гонять хвосты в гриву, куда... Ну, зависит от студии. Что-что? От студии зависит. Ну, нет, я такого, знаешь, уже тысячу лет не встречал. Да, ну ладно, может, что-то поменялось. Вот это уже давно. На самом деле, стажера гонять в хвосты в гриву довольно бессмысленно, потому что он еще не на таком уровне скинл, чтобы за него что-то много полезного получить. Скорее всего, да, вы просто будете отъедать денег у студии, нежели ее приносить на стажировки, потому что ваш опыт пока не позволит вам делать какие-то, ну, сложные работы, на которых студия может зарабатывать. Поэтому стажировки проходят обычно так. Вы приходите, да, вы говорите, вот вы стажер, да, к вам прикрепляется ментор какой-то, да, или наставник, или там лид какой-то, да, который вас будет курировать. И вот с ним вы будете жить всю вашу стажировку. Жить в рабочем плане, хотя тут как кривая выведет. Стажировки обычно длятся от месяца до двух. Меньше вряд ли бывают. Ну, если уж совсем человек гений, но давайте... Да, меньше смысла нет. Если уж совсем вы гений, ну, я говорю просто про среднестатических людей, да, которые две недели, что там десять дней будут только вникать в пайплайн, как все вообще устроено в студии. Поэтому не думайте, что там за месяц вы пройдете стажировку. Рассчитывайте месяц, полтора, два. Вот. И опять же, приходя на стажировку, если вы из другого города рассчитываете свои финансовые возможности. То есть два месяца вы не будете получать денег. Я знаю примеры, когда люди приезжали на стажировки и падали в голодный обморок. Просто она хотела работать в студии, я знаю этот пример, да, человек хотел работать в студии, скрыл, что ему нет денег никаких, да, и упал в голодный обморок. Не надо так делать. Ну, такие вещи, конечно, лучше обсуждать все-таки. Стрим, конечно. Да. Вот. Чаще всего стажировка бесплатная, да, вот тут пишут, что иногда платят небольшую студию. Ну, то есть, да, опять же, если ты говоришь, что вот я из другого города, у меня вообще денег нет, но там какие-то могут маленькие. Ну, то есть... Ну, да. Все всегда обсуждаемо. У нас вообще профессия не то чтобы прямо очень формальная в плане, не знаю, всего. То есть это не госслужба. У нас как-то все в основном по-человечески. Чаще не оплачивают, чем оплачивают, но можно... Все можно обсуждать. В смысле? Это не повод не спросить. Я вот хочу сказать. За спрос денег не берут. Да. Вот. Ну, и если вдруг вы уже идете там на джуна какого-то, не на стажера, да, на джуна, не просите много денег. Особенно, я объясню, почему этот пункт тут возник. Этим славятся выпускники, к сожалению, из оффлайн-школ, кто очень много заплатил за свое обучение, потому что оффлайн-стоит очень дорого достаточно. Я таких примеров знаю очень много. Они приходят на студию, пока еще мало что умеют, но уже хотят от сотки. Ну, ничего себе. Да, это проблема, Юра. Это правда есть. Может быть. Есть желание сразу отбить свое вложение, то, что ты вложил в обучение, да, и думаешь, что ты вот такой же крутончик и можешь просить там 80 сот и так далее. Нет, такого не будет. Поэтому не просите много денег. Ну, любопытно, потому что я, например, вот в оффлайне когда преподаю, мне кажется, мы эти вещи тоже обсуждаем. Ну, от человека, конечно, зависит все, да. Это зависит от человека, да, безусловно. Но просто оффлайн стоит дороже, его хочется поскорее. Не, я понимаю, да, здесь мотивацию. Два года учился. Ну, вот это учительная мотивация, конечно. Вот, поэтому просто будьте благоразумны и просите, если вы на Джуна, просите там, ну, среднюю вилку по профессии, да, по индустрии. Это Джуны, это от 40 до 60. Вот как-то так. Ты скажи тогда, в принципе, по зарплатам. Слушай, ну, тут сложно говорить, да, потому что мы об этом много говорим на большом этом вебинаре, на нашем, потому что в GameDev там плюс какое-то количество процентов, потому что GameDev это не сервисная компания, как кино. Не, ну, про то, что мы знаем. GameDev-то что? В кино. Женя, вот я только что сказал. У нас тут Женя вопрос задала. То есть, это 40-60, где-то так вот. Вилка такова. Вот, и единственное, что кому-то может это показать и мало. Ну, 40 тысяч, оно действительно не очень много, это правда. Но наши, я, знаете, что вам скажу, опять же, такую сремяжную правду, наша индустрия довольно честна в росте ваших доходов. Так как артистов, в принципе, толковых артистов, пока вы не привыкли, наверное, к этому слову артистов, художников, 3D-художников, их довольно мало, всех мало, ригеров, аниматоров, композеров, моделей. Хороших вообще никого, да, это... Ну, нет, хороших много, но они все заняты. Никого, в смысле, их все время, да, не хватает. Когда ты начинаешь их искать, их никого. Я забыл, о чем я хотел сказать. Хотел сказать про деньги. Да. Так вот, вилки, они у всех разные. Поэтому, например, там 40-60, это джун. Если это геймдев, то это ближе, наверное, к 60. Если это кино, это где-то там полтос, наверное. В кино просто потому, что в кино денег чуть-чуть поменьше, чем в играх, потому что кино, в принципе, это сервисные компании. То есть, они не владеют своим продуктом. Поэтому там просто бюджеты на производство и все. Ну да, игровые компании, они потом со своего продукта еще деньги получают. Конечно. А кино сколько? Дали денег, столько и дали денег. От Антона Страхова за это очень правильный вопрос. Где тонкая грань между штажером и джуном? Грань очень простая. Как только вы начинаете хоть маломальско приносить денег студии, вам можно поручать какие-то свои вполне хотя бы простых, несложных задач. Вы джун. Если вы сидите там уже месяц и выполняете свои, пусть и простые задачи, и вам их не возвращают каждый раз с поправками, то, в общем-то, вы вполне себе не стажер. Вот такая разница. Как только вы маломальски начинаете приносить денег студии, вы становитесь, вам скорее, вас переводят уже скорее всего на... То есть, когда перестаете отнимать время у вашего ментора постоянно, начинаете просто что-то делать и тем самым выходите в плюс. Да, вам предлагают зарплату, вас сажают уже на постоянку на какую-то, оформляют и так далее. Но помните всегда про то, что джун и стажер это самые расстрельные позиции в студии. Вот самые расстрельные, говорю, как есть. Поэтому, если вас не выперли из студии на этапе стажировки, и вам прощались с вами, это еще не значит, что как только вы стали джуном, вы уже такой нос на бок и такой пошел королем вообще по студии. Нет, нифига. Если вы на этапе джуна перестанете расти, смотреть тутро, проходить курсы и вообще показывать, что вы тот еще попкорн, который растет и развивается, через два месяца ваше джуниорство закончится. Слушай, это вообще на любом этапе. Ну, то есть, смотреть тутеры и развиваться, это в принципе... Нет, ну дальше, если ты просто уже становишься просто там артистом, не лидом, а уже таким, ну, обычным артистом, ты можешь просто сидеть на своей зарплате и тебе будут давать типичные задачи твои типовые, и ты будешь их перейти, и окей. Хорошо. А если джун, ну, он такой молодой, да уже с поникшей головой, уже ему ничего не нужно, он уже там почует на лаврах, нафиг он такой нужен? Ну, тогда это, наверное, просто не та профессия для него. Конечно, да. Хотя я видел Медлов, который... Чувак юзал майку, по-моему, в версии 5 назад, но просто почему? Он такой, да я как-то к ней привык. Ну, не знаю. Я выпал, мне было нечего сказать, и мне сейчас на это нечего сказать, потому что это прямо очень странно. Ну да. Если выперли, нужно идти на следующую студию, и нужно уходить с CG, Антон спрашивает. Антон, я тебе что скажу. Сначала сделай работу над ошибками. Постарайся проанализировать, почему это произошло. Не так, что покажу следующий раз, а нормально, вот просто остыв. Это вообще к нашему следующему слайду, насколько я помню. Ну да. Нет, вот. Вот. Тогда нужно просто понять, почему это произошло, если прощались. Это вот к социуме. Хорошо можно спросить там у работодателя бывшего, может, почему такое произошло, из-за чего. По чесноку. Не так, что официально ваших услуг больше не нуждаемся, спасибо, или там не сошлись характерами. По честному поговорить. Обычно говорят, наша индустрия, она тем и хороша, что она честная. И в плане денег, и в плане отношений тут нет такого, что можно спрятаться за спину других людей. Я там, да, отмотал немножко картиночки, у нас там есть пункт. Первый. Да. Очень важный. Который вот тоже про это, потому что, я говорю, смотря как вы ушли из студии, как о вас выперли, и почему. Это может быть очень важно. Есть смысл в IT-профессию после 30? Есть. Однозначно есть. Наша профессия не возрастозависима. Это важно. Вмотай обратно. Мы сейчас будем... Давай, куда? Что ты хочешь? Не люблю это письмо? Да. Да. Давайте поговорим дальше про работу. Так. Рома спрашивает, как про общий вопрос. Напоминает, какой порядок, какие джуниор, мид, сеньор, лид, и как определить рамки, когда начинается тот или иной уровень? Ты расскажешь или я? Давай ты расскажешь. Я пока попью водички. Окей. Собственно, джун, нид, потом сеньор. Это... ну или лид на самом деле. Это немножко разные понятия. Их вот всего три. То есть нижний, средний и верхний. От них зависит зарплата. Как понять, как они между собой переходят, это зависит. Ну, то есть, была студия, где я работал, где была четкая прям табличка, что если вы делаете вот это и вот это, то вы вот такой специалист. Это скорее редкость. Обычно вы, когда приходите устраиваться, вы говорите, я вот хочу вот столько денег и умею вот это. И если вы называете столько денег, это лидовая зарплата по индустрии, то как бы это подразумевается, да, что вы лид. Точнее, сеньор. У нас эти термины особо не различают, на Западе есть разница. Лид это все-таки тот, кто, ну, типа главный в отделе, это позиция, это должность, а сеньор, это уровень скила. Но у нас я не слышал, чтобы сеньор использовали термин обычно говорят лид. И можно быть просто специалистом лидового уровня, либо можно быть лидом как вот должность. Снова путаница в терминах, как всегда. Так, у нас тут вопрос про зарплаты, процены FX-артистов, сколько лиды получают. Ну, смотрите, вилки очень простые. Все, что выше, условно, полтинника до, там, 90, это middle. Ну, это 100, может быть, на самом деле, но тоже зависит. Что еще раз? Я говорю, ну, скорее до 100, но зависит от студии тоже. Ну, да, давайте даже до 100. В GameDev вы плюсуйте к этим вилкам плюс где-то там 15%, если реклама, то это плюс там 20%. Ну, там вы не будете спать. Да, но GameDev тут понятно, мы уже объясняли, почему разница в GameDev и чуть больше денег, потому что они владеют своим продуктом. Они продают сам продукт постоянно, да, они продают мерчендайз к нему и все-все-все на свете. Кино – это сервис-компания. А в рекламе почему больше денег? Это оплата ваших нервов. То есть, работа в ночь постоянная, корящие сроки. Реклама – это прям особый нужен склад, чтобы в этом работать. Я не люблю это дело. Это очень стрессово. Ну, да, к ней можно по-разному относиться. Я к рекламе отношусь нейтрально. Нет, ну, кто-то любит такой угар, почему нет? Вот. Но в защиту рекламы могу сказать так, что она очень серьезно прокачивает. Особенно, если вы хотите стать генералистом, да, каким-то… Да, быстрые, сложные задачи, постоянно разные. Да. Реклама прокачивает, заставляет шевелить булками только так. То есть, да, ты не сидишь, делаешь несколько месяцев один шот, а ты делаешь все намного-намного бодрее. Вот. А топы, там, ну, лиды, они получают от 100 до, там, допустим, ну, условно, до 150. Где-то так. Я уже сказал, геймдев там плюс 15 и реклама плюс 20. Ну, да. Дальше идут уже всякие супервайзеры. Вот. Вот что касается цен. Они не секрет, ну, то есть, не секрет нифига. Слушай, ну, 150 тоже, на самом деле, не потолок. То есть, для… Не потолок. Да, который именно… Это называется выше только львы. Да, я просто хочу про это сказать, чтобы люди тоже не думали, что… Если вы просто вот крутой специалист и все, и вы работаете, то, возможно, плюс-минус. А если вы уже начинаете уходить в какие-то более там ответственные должности, то там уже от студии, от ситуации, от чего угодно зависит. Да, выше только звезды. Тут как договоритесь. Так, расскажите 15-20% от чего. Давайте возьмем 18,5 евро в час. У нас нет часовых оплат. Практически. Потому что нет такой работы, которую можно сделать за час. Конечно. Считается сменами, как правило. Сменами все считается, поэтому не оплачивают работы по часовкам. Ну, то есть, это может быть на каком-то проекте. Мы типа заложили сюда столько-то часов, но это все попахивает какой-то фигней. Ну, типа полторы смены. Ну, вот пол смены может считаться. Меньше уже бессмысленно. Так, сразу расскажите, работали в Зебраш. Насколько котируется в эфире кино сейчас? Котируется, нужен, Зебра нужна. У нее был конкурент еще Матбокс, Мутбокс, да? Ну, все. Уже нет конкурента как такового. Ну, он есть еще, но им никто не пользуется. А Зебра котируется для скульптинга только так. Я бы тут добавил, что если вы не хотите прям быть скульптором, а вам нужно просто чуть-чуть поскульптить, тут еще блендер очень годится. Ну, то есть, я, например, его юзаю, потому что, не знаю, какие-нибудь камушки помять или что-нибудь такое, без проблем. Но если прям лепка-лепка, то у Зебраша альтернатив нет. Тут про смену, да, смену 8 часов считается. В бюджетах всегда. Так, хорошо, давай вернемся к письму. Ну, вопрос еще поотвечаем. Вот. Это тоже выдержка из нашего занятия, да, про работу. То, каким должно быть ваше письмо сопроводительное, которое вы наверняка не поленитесь написать после наших наставлений сегодняшних. Небольшой текст. Обязательно с приветствием. Кучу писем получали мы, когда я занимался поиском людей. Просто ссылка, просто, не знаю, там, Иванов, Иван Иванович. Посмотрите мой шурел. «Поздоровайтесь». Это «привет» написать или там «здравствуйте». Это полсекунды. Непонятно даже, что если не поздоровавшись, что вы будете делать с сэкономленным временем. Вот. Обязательно ваш адресат должен быть понятным. Ну, в 2020 году уже не принято писать эти вот старомодные адреса, там, little baby. Ой, иногда, кстати, бывает очень смешно. когда смотришь на почту. Вот. Резюме. Это вот очень спорный вопрос, особенно для Джуна. Нужно оно или нет? Для Джуна или там стажера? Если ваш опыт нерелевантен, да, вашей позиции, если он не соответствует тому, что той позиции, на которую вы претендуете, там, вы хотите быть там 3D-арцем, допустим, моделером и так далее, но до этого вы занимались продажей газового оборудования. А, ты имеешь в виду такое резюме? Да. Такое не нужно, конечно. Тогда оно не нужно. Но если вам уже есть что про себя рассказать, резюме должно быть. Это вещь. То есть, да, не надо писать в резюме вещи, которые не относятся к делу. Обязательно ссылка на шурил должна быть. Ссылка, но не файл, потому что файлы, к сожалению, в 2020 году почта не умеет принимать до сих пор большие файлы, и скорее всего, ваш файл будет залочен. То есть, неудобно. Да, но если вы HD-файл попробуете выпихать 20 метров, пролезающих в почту, то вряд ли это будет смотрибельное что-то. Поэтому ссылку на ArtStation или, ну, я не знаю, там... На YouTube. На Vimeo, да. YouTube, да. Дальше. Обязательно контактные данные для ответа. Ну, это... Вот, знаете, я сейчас могу кликбейтную такую вещь сказать, что 97% артистов делают эту ошибку. Да. Ну, на самом деле так. Невозможно, бывает часто, невозможно найти человека по его письму. У меня был такой пример, Юр, ты будешь там смеяться, наверное, у меня было несколько таких примеров, когда приходило письмо с толковым шоурилом, мы не могли найти артиста. А ответ написать? Мы написали ему в ответ, он, видимо, почту проверяет в два раза в месяц, и он не отвечает на письмо. И все, человека нет. Нам срочно закрывать нужно какую-то вакансию образовавшуюся, мы нанимаем другого человека с шоурилом похуже, но просто потому, что мы смогли его найти. Поэтому контактные данные для ответа вам, для связи, должны быть везде. Если это шоурил, то они должны быть ватермарками пробиты в начале, или титром пробиты в начале и в конце шоурила. Если это вы пишете резюме, это должно быть в резюме, и в почте, в конце, в подписи обязательно напишите свой там Skype, Telegram, WhatsApp, телефон, электронную почту, бумажную почту, все, что угодно. Не заставляйте искать вас с фонарями, вас не будут искать. И я бы еще хотел добавить, что пишите немножко все-таки о себе. Что не просто вот я 3D-шник, вот мы шоурил, и мои контактные данные, а все-таки, да, если вы раньше ничем... То есть вы можете написать, что вы... Где вы работали, условно, если у вас техническое образование, то вот вам интересно, не знаю, гудине или у вас... Ну, то есть чуть-чуть жизни в это все вносите больше. То есть это не в резюме, это в письмо само. Да. Потому что... Я тут просто читаю вопросы, поэтому я сказал, да, как заглушечку. Так, подробнее про идеальное резюме. Ну, оно должно быть идеально. Идеальное резюме – это отличный шоурил. Вот это идеальное резюме. И контактные данные. Нет, ну тут скорее вопрос про письменное резюме, это в виде документа, да, какое-то. Если вы уже человек с опытом, с каким-то, занимали, ну, работали в нескольких студиях, перечислите их списком от последнего, от последнего места работы, включая то, что вы делали, напишите на каждом месте работы. Очень хорошо работает то, чего вы добились. Это, казалось бы, идет из продаж, да, там, чего я там повысил продажи на 150 тысяч процентов и так далее. Но, если вы там написали какие-то скрипты, напишите об этом, что вы сделали там то-то, то-то и то-то. Вот. Если вы просто моделер, ну, вряд ли вы там сможете написать, чего вы добились. Модели ли самолеты, модели ли танки. Ну, и не забывайте писать, что вы хотите, потому что, да, если вы пишете, вот я умею моделить, текстурить, шейдить, там, не знаю, что-то, вы напишите все-таки, на какую позицию претендуете, потому что люди часто этого тоже не делают. И возникает вопрос, а ты чем заниматься-то хочешь? Юр, расскажите секрет идеального резюме. Секрет идеального резюме прост, но секрет есть секрет. Мне кажется, как-то так. Все очень просто. Контактные данные, места вашей работы, начиная с последнего, где вы поработали, если это по профессии, если вы уже работаете по профессии, и ссылка на шаурил. Да, у нас нету такой истории, как на Западе, что резюме нужно прям офигенно правильно оформить, что есть правило, ну, то есть оно должно быть нормально сверстанно, нормально читаться без лишнего шлака какого-то. И все. И это не требование, но это пожелание, пожалуйста, в PDF. Не док-икс. Ну, да. Ну, это так, это от себя уже. Ну, вроде бы все про письмо. Да, ну все, тогда у нас последний слайд остается, который... Наверное, да. Давайте поговорим про soft skills. Юра, начнешь? Да. Это модная тема, soft skills, да, и к ней по-разному относятся. Soft skills, да, знаете, что это такое? Это скиллы, ну, hard skills – это то, что вы умеете по профессии. Это кнопки. То, какой человек вы есть, да, и что вы умеете. Насколько с вами комфортно, наверное, рядом. Вот, если это совсем кратко объяснять. Сладик переключился. Самое первое. Не быть мудаком. Вот это самое главное, мне кажется. Мы прям в первую строчку это вынесли. Ну, просто потому что, да, мы уже поговорили про то, какая индустрия маленькая, и про то, как когда вы пишете кому-то, что вот я работал там-то, и супервайзер сразу берет, звонит человеку из этой студии и говорит, ну как, нормальный. И я это сам однократно. Ну, то есть, это постоянно происходит, и тут, да, за счет того, что индустрия маленькая, у нее есть такой нюанс, что можно выйти из нее очень красиво и навсегда. Но это надо прям постараться, конечно. Слушай, я-то, знаешь, у меня были примеры, ну, за машину. Ну, были, да, легендарные случаи, которые... Да, да. Какие-то трэш устраивали, там, креслами швырялись в припадке истерическом каком-то. Были такие, например, к сожалению. Это очень некрасиво выглядит со стороны, ну, и потом, конечно, с трудоустройством огромные проблемы. Вопросы будут, да. Конечно. Ну, и что еще вас может навсегда вызвездить из индустрии, это разглашение материалов, которые находятся под NDA. NDA – это соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, которую вы всегда будете подписывать, вот если вы вдруг, не дай бог, что-то от вас, простите, утекло. Причем зачастую по тупости это происходит. Да. У меня был такой пример, когда человек по глупости, по собственности слил проект, который должен был... В 2012 году слил проект, который должен был запускаться в 2016. Ну, то есть, да, это обычно или в Рил включают что-нибудь, что еще не вышло, ну, то есть, какие-то такие вещи. За этим следите. Дальше, следующий пункт. Стой, подожди, можно я один пункт еще скажу по поводу NDA? Совершенно нормально показывать NDA-ные работы на собеседовании? Из рук? Из рук, да. Из рук, да. То есть, вы, естественно, не выкладываете на ArtStation не в Рил никуда, но так как, опять же, все-всех знают, совершенно нормально прийти и сказать, что вот я работал вот в этой студии, над таким-то проектом, который еще не анонсировал, все равно все знают, что они над этим работают, потому что все общаются. И вот я делал вот это. И просто показать там со своего планшета условно. Но никуда не отправлять. Да. Тем более, никуда не выкладывать. Да, потому что, опять же, если вы это отправите, то у людей, которые вас принимают, возникнут вопросы, что вы, может быть, так сможете сделать с их NDA-ем. Да, если вы выложили это куда-то там на YouTube или на Vimeo, просто забудьте, что это вам вообще принадлежит. Но на Vimeo там получат с конфиденциальностью, с настройками, а вот YouTube все. Что вы выложили в интернет, вам уже не принадлежит, просто забудьте. Английский. Тут нам пишут, что это вполне себе hard skills, но в hard skills, если ты его пользуешь постоянно, да? Если да, если ты технический писатель, например, то да. А если тебе технический язык нужен для просмотра тутеров, это нифига, это soft skills. Огромное количество тутеров, хороших, и курсов на английском языке. Да дело даже, ну, не совсем в тутерах, а условно выходит апдейт там какого-нибудь софта, которым все пользуются, и вот у них там анонс, и, ну, тутер, да, ну вот к новой фиче, он в тот же день лежит, и ждите, пока будет перевод. Ну, нет. Да, да. Готовность воспринимать критику. Ну, вот как раз я про это говорил, что были у меня несколько примеров, когда человек очень болезненно реагировал на критику. И это очень неправильно. А критики будет много. Ну, да, ты понимаешь, что вы делаете это не для себя. Пока вы делаете для себя, вы сам себе критик и цензор, и вам может быть и так норм. Но при нормальной студии на работе проектной, что в геймдеве, что в анимации, что в кино, критики будет много. Она даже не всегда будет даваться в какой-то вежливой форме, иногда это будет просто мимо проходящий, мимо крокодил. Артист, который вдруг что-то там ляпал, относитесь к этому спокойно, это такая тусня. Вот. А уж если супервайзер дает какие-то комменты, это не критика, это комментарии. То есть, да, тут важно понимать, что критика, это не потому что вы плохо сделали, а потому что, возможно, это просто не то, что нужно было сделать, и мы, к сожалению, пока не умеем, да, читать желания друг друга. Поэтому это процесс. И многие вещи будут много переделываться, просто чтобы найти вот то, что нравится режиссеру или ордиру. Сходу это обычно не происходит. Да. Юра, скажи про активное слушание, потому что мне этот пункт очень нравится, и спасибо тебе, что ты его включил сюда, и про самостоятельность тоже. Ага. Да, тут, ну, то есть, я говорю, что, в принципе, наша профессия, она про перфекционистов и людей, которые хотят реально этим заниматься, и очень хорошо, когда вы это применяете уже в работе, да, когда вам что-то говорят, вы не просто, да, киваете, а как-то, ну, вступаете в диалог конструктивный, что-то предлагаете, да, и та же самая самостоятельность туда же идет, то есть, я, когда был, по-моему, еще стажером в Мейнроуде, я, в общем, делал свои задачи, но мне вокруг все было очень интересно, и я не все понимал, и мне хотелось задавать миллион вопросов. Я тогда немножко достал Мишу Лесина, тех диггер Мейнроуда, вопросами, и он в какой-то момент мне сказал, что, слушай, ты, может, как-то сначала сам попробуешь, да, прежде чем спрашивать. И мне в этот момент стал довольно стыдно, вот, не делайте так. Хорошо, что ты не закусился. Бывают артисты, которые закусываются на это, обижаются такие, блин. Нет, я очень Мишу уважал, и поэтому до сих пор уважаю. Я как-то решил, что лучше я прислушаюсь. Активное слушание и самостоятельность как раз и предполагает то, что вы можете самостоятельно решать проблемы какие-то, да, хотя бы пытаться, а не бежать по любому. Да, тут вопрос не то, что я могу все сделать, а то, что я хотя бы, ну, люди видят, что вы не просто пришли спросить, где какая кнопка находится, да, тоже как-то заинтересованы в том, что вещи решили самостоятельно. Если уж не смогли, то окей. Друзья, если есть что рассказать, давайте мы еще вам расскажем что-нибудь. Вам много что, наверное, знаем, о чем, может быть, даже забыли. Мы думаем, что мы это знаем. Вот я пытаюсь напоминать сейчас, что ты скажешь за это. Так, Антон Страхов спрашивает, хочет быть environment artist, причем работая в Будине, но непонятно только переходить на движок и в Гендеф, то ли пробиваться в кино, какие вообще инструменты для художников окружения. Анток, ну ты сам сейчас ответил на свой вопрос Будине. если ты хочешь 3D-шить environment artist. Потому что environment artist в Гендефе это чуть-чуть такая профессия, когда сидишь в движке и делаешь красиво руками. Да. Если хочется Гудине, то это... Гудине тоже становится востребован в Гендефе. Мы это видим сейчас по тому, как к нам приходят ребята из Гендефа на Гудине. Это правда, но пока что это ниша. Довольно узкая. Ты знаешь, мне кажется, пройдет годик и она станет гораздо шире, чем есть сейчас. Может быть, но я пока не могу это, знаешь, гарантировать. Это невозможно гарантировать, куда кривая выглядит. Я просто к тому, что сложно это рекомендовать. Я вот сравнивая с нашими потоками, которые у нас были три года назад гудинскими, говорю про те потоки гудинские, которые есть сейчас, там Гендефа много. Туда приходит много Гендефа. И именно на environment. Нет, само собой гудини... Если ты изучишь... Погоди, сейчас у меня мысль уйдет. Давай, давай, давай. Антон, если ты изучишь гудини плюс... Хотя ты же у нас учил гудини, я же помню, что ты у нас учил гудини, плюс движок, ну, это будет хорошо, это будет правильно. Да. Юр, чего ты хотел сказать? Я хочу сказать, что учитывая, что все сейчас вовсю делают исключительно open world, там без гудини никак. то есть, потому что делать это все руками никто, конечно, не делает. Там либо пишут программные какие-то штуки, либо используют, да, гудини. Через какие-то... Да, вот смотри, хороший вопрос принесел. Подобные профессии можно ли в резюме указывать? Например, я хочу на студию моделером, там, или 3D-артистом, а раньше работал конструктором на заводе. Я думаю, что да. Ну, то есть, мне бы... Давайте я сейчас логическую цепочку. Если вы работали на заводе конструктором, значит, вы владеете каким-либо кадовским софтом. Правильно? Я просто рассуждаю. Ну, вот я тоже, да, как-то так. Если вы владеете кадовским софтом, да, который в том числе умеет рассчитывать всякие разные, там, не просто делать чертеж, да, но умеет рассчитывать всякие, там, напряжения и плюс симулить, там, разрушение, да, при определенных условиях и так далее, то, конечно, стоит указывать. Ну, плюс, наверное, у вас с пространственным мышлением все нормально должно быть, как минимум. Ну, да. А это уже хорошо. Так, нам тут пишут, что ты уже, как я говорил, сейчас пройдет еще лет пять, все будут сидеть на Гудине, прошло десять лет, что я слышу, еще годик точно. Но нет, это же относилось к геймдеву, к ниши, к определенной. Например, все сидят на Гудине, что? Все сидят на Гудине. Прошло пять лет. Майка используется для моделинга. Да, сцены собирают в Гудине. Я, в общем-то, поэтому и топлю за Блендер, потому что я смотрю уже вот условно, что для Майи остается, но пока, да, индустрия не готова. Пройдет еще пять лет или там семь лет, и все будут сидеть на Блендере. Скорее всего. Вот, сейчас нет. Сейчас Блендер очень нишевый продукт, как мы говорили, да, для инди-проекта. И все на него косят, но пока, Знаете, это такая вещь, это я на вы не с тобой, Юра, это я на вы со всеми нашими слушателями. У нас с каждым новым софтом, который мы вводим к нам в обучающие программы, происходит такая вот ерунда, да, то есть мы, когда первые Гудине потоки запускали в 2016 году, приходили люди из таких, из пионеров, те, кто очень хочет попробовать этот новый софт. Ничего в нем пока не понимают, но очень хочет попробовать. Приходили на первые потоки такие. Сейчас он стал мейнстримом, и туда приходят люди осмысленно, понимая, зачем им это нужно и так далее. Два года назад у нас такая же ерунда началась с Unreal. Все косятся, всем хочется попробовать, вроде Real Time, все такое проще. Но пока непонятно, к чему его было применять. Два года прошло, и сейчас Unreal уже есть. В кино, в привизах, как минимум, да, и в поствизах. Слушай, Unreal создавал проект, и он мне такой, ты хочешь под кино создать или под игры. Я такой, ммм, прикольно. Ну да, у них такой уже апдейт. Просто раньше такого не было. В Mandalore он использовался прямо на съемочной площадке непосредственно. Вот, и вот это вот все. Через лет пять, да, будет Blender. Сейчас пока нет. Поэтому учить пока просто сейчас бросаться Blender, это только если для себя. Или если вы знаете, в студии... Плюс к майке. Да, да. Изолировано он пока, да, к сожалению, не канает. Однажды будет Blender плюс Goudini, и все, будет счастье. Ну, это такое визионерство, о котором мы не знаем, честно говоря. Ну, да, я мечтаю. Антон переживает, смотри, чтобы на Goudini все не сели, пусть и остается как есть. Но конкуренции меньше, конечно, когда все не сидят, пока Goudini остается такой покрытой тайной. Ой, вот же Goudini. Не, Goudini же она и не пытается. Человек спрашивают такие, знаешь, такой пацан, там Маргарет, она говорит, а ты точно Goudini? Я про это видел пошлую картинку смешную. Как раз, что я типа стиджи-артист. Что там вопрос? смотри-ка, тут еще вопрос, сидят на Goudini, а не вопрос, затекстурить нормально никто не может. Ну, потому что сидят на Goudini, никто не сидит в Сабстанции и в Мари. Это, кстати, да, это правда. Goudini крутые, все такое, но, когда дело доходит до того, чтобы руками что-то сделать, вдруг оказывается, что это сильно сложно. Да, какие планы тут у автодеска на 3D Max? Не знаем. Кто бы знал бы. Мы думали провести стрим с автодеском, у нас есть контакты с ребятами, там можно будет провести и поспрашивать их. Так, то есть автодеска не опускаю сейчас, ладно? Да нет, но зачем? Да нет, я шучу. Он тоже, кстати, стоит 1000 рублей, они на все ввели все по 1000 в месяц. И на Max можно лицензию сейчас получить на 1000 рублей в месяц, и на Майку 1000 рублей в месяц. Они при этом усложнили получение студенческой версии, но когда он стоит 1000, в принципе, почему бы и нет. Ну да. Получил работу по текстурам для кино, в итоге сцену прислал в Goudini, дольше разбирался, как рендерить, чем текстурю. Получается, надо знать всегда больше, чем твоя ниша. Мне кажется, мы ответили на этот вопрос, когда мы говорили про T-shape. Ну вот это T, не знаю, shape, это образ, да? Ну про артистов в форме T, буквы T. Что-то вы знаете глубоко, а вот растянутые ручки вот этой буквы T, они обозначают, что смежные простики. Что-то не знать при этом совершенно нормально. Ну то есть, это не значит, что каждый должен иметь в Goudini шейдить. Но да, бывают ситуации, когда свет на осет приходит в Goudini, и тут надо либо как-то честно сказать, что я вот не умею, и пожалуйста, мне FBX там экспортните, ну либо разбираться. Так, пишут, смотри, повторюсь, софт это инструмент подбирается индивидуально, пока вы работаете индивидуально. Вот и все. Так когда вы работаете в студии, под вас софт не подбирается. Ну если вы не такая звезда, что под вас надо подобрать софт. Да, опять же, если люди знают, что вы пришли и сделали, и не надо будет вашу работу никому передавать в середине, потому что вы не успеваете, то в принципе, конечно, делать в чем вам удобно. Ну, зависит снова от студии, но, как правило, если вы классненький, никто не будет вам особо. В одной студии, в которой я работал, там был лицензионный софт на все практически, да, пришел артист, офигенный фиксер, он сейчас работает в Минроудпост, Андрюх Максимов. А, знаю. Он работал в КСИ. Клевый. Ты же помнишь, ты же с ним знаком, да? Да, я с ним знаком. Ты же работал в КСИ. КСИ – это давно умерший, к сожалению, софт, который Autodesk поглотил и прибил. В 2013 году у них была последняя версия. Так вот, Андрюх работал в КСИ, и ему поставили лицензию КСИ, потому что он был просто офигенен. Он делал очень крутые в FX-ах. Ну, он крутой. Он на самом деле еще у него с художкой все хорошо. Он делает не просто качественно, он еще красиво может. Красиво. Да, он не только технический артист, он делает красиво. Это правда. Так. Интересует вопрос стилизации и лоу-поли. Катируется ли это в нынешнее время? В играх – да, конечно. Да. Я думаю, ответили. Так, что еще? Правда ли, что флэт-анимация умирает? Да нет. А что это? Ну, это плоткая анимация, когда мне тренинг и трехмер, а… А, 2D? Да, да, 2D. Не, конечно, да. Есть. Так, вот тут хороший комментарий. Мне нравится. Беда в том, что по видео можно повторить за автором. Вот когда начинаешь выдавливать из себя что-то самостоятельно, тогда и проблема приходит. Это очень хороший комментарий. Он был давно вверху, но я его скопипастил, очень хотел на нем заострить свое внимание. Это правда так. И этим грешат, ну, практически все артисты, да, кто только начинает свой путь, да, и так далее. Это проблема несистемных туторов. Когда вы начинаете несистемно бросаться там за тутор, вы не понимая… Система, это проблема тутора про кнопки. Да. Не понимая, что происходит внутри, вы тутор повторить, повторили, вроде как бы погордились через неделю Ну, это как видеокопайлот, в общем. Что-что? Как видеокопайлот. Да, повторить-повторили, что внутри не поняли, через неделю забыли. Вот и все. На этом все закончилось. Вот. А проблема, ну, это проблема неструктурированных туторов и поиска, и работы в обучении по неструктурированным туторам. То есть, да, нормальное обучение, оно скорее про то, как вообще проблемы решать. Да, да. В общем виде. Так, я зашел сейчас на сайт автодеска майка 8-900 в месяц. Нет, это не та лицензия, это не инди-лицензия. Павел нам пишет, нужно найти инди-лицензию. Я просто сейчас, ну, Юр, если ты про что-нибудь сейчас расскажешь, какую-нибудь историю, я попробую найти ссылку. О, слушай, я, наверное, уже не готов в истории взять что-то немного, да. Но я могу. Не против текстуры человек, говорит, как быть новичку, чтобы на Джона попасть. Мы рассказали про это. Так вот, Володя Аронович как раз этот вопрос написал. Даже если просто офигенно сетку строишь, никому это особо не интересно. Нужно, чтобы дожды был и жнец, и там, и швец, и дудей, и грец. Все портфолио просят с текстурами. Именно об этом мы сделали курс 3D-artist. И именно поэтому мы его сделали. Потому что чистый моделлер по большому счету практически не остался. Это правда. Они не очень нужны. Если вы просто умеете моделить и не умеете текстурить, вы не будете так нужны, как человек, кто умеет текстурить и моделить. В Game 9 то же самое. Там еще больше, кстати, генерализация. Там аниматоры ригают, например. Поэтому, если там не к нам придете, хотя бы посмотрите. У нас программа на сайте есть описание в стриме. В этом посмотрите, как она структурирована и поизучайте эти темы самостоятельно. но просто научиться моделить и поискать работу, это будет гораздо сложнее, чем если вы будете уметь моделить и текстурить вместе. Это будет правильно. Так, а какой минимальный набор софта для изучения для геймдева, Саша? Катаев. Спрашивайся, Саша, а что вы хотите делать в геймдеве? Ну, напишите. Так, человек пишет, не понимая слово 3D-artist, ну, мы вроде об этом сейчас рассказывали, рассказывали, но в сфоре что? Наверное, как-то не очень понятно объяснили. Так, Саша Катаев, расскажи, что хочешь делать и скажем, какой необходимый набор софта. Это важно. Саша, ты очень правильный вопрос задал, потому что важно учить под профессию что-то. Как тот самый блендер, который все хотят, но начинать с него сейчас точно не надо. Так, вот вопрос про Игоря Харитонова. Будет ли он преподавать? Да, Игорь будет преподавать. Очень у него будет большой курс по Houdini Environment, плюс мы еще там планируем с ним несколько курсов. Конечно, он преподает и будет это делать. Так, вопрос, не знаю, по теме ли в Unreal 4 вроде как поддерживается. Юдимы, будет ли видео по этой теме? Ну, точно не с Юрой. Я пробовал это сделать. У меня прям под моим видео про поинтеровские Юдимы человек оставил коммент со ссылкой на документацию, там есть эта бета-фича. она работает, но когда я втянул в нее асет, вот этот, который у меня в видосе, который написан Юдимов, там часть подтянулась, часть нет. Но там и написано, что эта фича пока в бете. Так, я думал, ты сейчас подольше что-то расскажешь. А, да, тут на самом деле можно открыть тот видос, открыть коммент, и там есть ссылка на видос, как в Unreal подключить Юдимы. Я для этого последний собственно Unreal обновил, чтобы потестить это дело. Я так понимаю, что где-то же осенью уже выйдет пятый Unreal. И там, скорее всего, все это будет, потому что, ну, они прям уже очень явно ориентируются на кино, а для кино Юдимы это неотъемлемая вообще часть пайплайна. Так, вот я нашел ссылку, ну, и тут ее, конечно, к сожалению, не отправить будет на инди-версию. Ссылка на Max и точно такая же есть ссылка на Майку. Ну, есть все на сайте makeanything.autodesk.com вот туда заходите и там все это должно быть. А они, кстати, в стиме не выходили? Не знаю, про стим не знаю. Я смотрел непосредственно на сайте Autodesk. Просто это было бы резонно, многие так делают. Тот же пейнтер в стиме стоит и дешевле, и распродажей. Так, вот спрашивают, когда Хритонов будет, когда записываться. А все, мы закрываем уже группу-то Хритонова. Уже я боюсь, что опоздал. Можно еще попробовать, но я не уверен, что есть на январь эти места у нас. Так, просит, смотри-ка, мужики, ну-ка объясните, с каких пор 3DArts становится дженералистом. Когда она почему-то замоделила, затекстурила, заанимировала и еще за FX-ил, и еще скомпозил, и еще за цитокорил. Ну, цитокор это уже такое. Вот тогда это дженералист. Ну да, а в чем вопрос? Ну, просто разница между границей, когда 3DArts перестает быть 3DArts. 3DArts на выходе подает ассеты, на самом деле. Модели с текстурами, с шейдингом, но некоторые законченные штуки, да, дженералист он может и поанимировать, и покомпозить, тут уж зависит от конкретного дженералиста. Он в итоге выдает готовый шот в идеале. Прямо ему пришла там раскандровка и концепты, и на выходе у него вот все, можно в кино вставлять. Так, тут расстройство по поводу того, что он не успел к Харизону. Попробуй, я просто не помню, сколько сейчас мест у нас у Игоря осталось, и есть ли они там вообще, потому что группа вот-вот уже должна скоро стартовать, через там пару недель. Это про курс по инвайроменту. Слушай, кстати, по поводу дженералистов, мы тут с тобой говорили о том, что они, в общем-то, не очень правильные и не очень нужные, но если говорить, например, про рекламу, то вполне себе. Ну, кстати, я с тобой соглашусь. Зависит еще, да, и от размера студии. Если студия маленькая, то тоже там все немножко дженералисты. Да, согласен. Кстати, я знаю одну студию в Москве, ну, может быть, их есть несколько, где используют блендер. Если вдруг вы учите блендер, хотите в кино, то это студия посткино, посткино.ру. Зайдите, там работает мой хороший друг Ваня Лебедев, мы с ним знакомы, наверное, года 2008, офигенный супервайзер, и он открыл свою студию лет, наверное, сколько, 10 назад. Вот, и они работают на блендере Гудини. Я заинтересован. Что-что? Я заинтересован. А, ты заинтересовался? Да. Я замолву за тебя словечко. Договоримся. Положи 500 рублей на телефон. Слушай, я пытаюсь зайти к ним на сайт, он мне говорит, что он небезопасный. Там опасные ребята работают, это просто тебе об этом намекают. Видимо, да. Ну, тут, да, вопрос, чтобы кто-то начал это делать уже и выдавал красивые результаты, потом пришел на CG-ивент, сделал по этому делу выступление, что вот мы сделали кино в блендере, получилось классно. Такие проблемы были, такие были плюшки, и тогда все остальные, конечно, про это задумываются как-то серьезнее. Так, спасибо за ваш стрим, мы очень тонизируем, ну, надо быть в тонусе, конечно, это важно. Так, слушай, вот тут у нас есть про геймдев, Саша Катаев все-таки развернул свой вопрос, вы говорите, что геймдев сейчас нужно моделировать текстурирование, также интересует environment, какой софт учить. Юр, да, скажи, наверное. Майку, Painter, если environment... Painter это Substance Painter, Substance Painter, да, не Coral Painter. Не Coral Painter. Я забыл, что он существует. В любом случае, движок, скорее Unity, потому, ну, то есть, тут такая двоякая история, потому что, с одной стороны, большая часть разработчиков у нас все-таки AAA не делают, и поэтому работают в Unity, с другой стороны, если вы environment artist, и хотите делать красивые картинки, вы, скорее всего, хотите их делать в Unreal, потому что он просто делает красивые картинки. С Unity придется немножко позаморачиваться, но в любом случае, какой-то движок вам точно надо знать, даже если вы просто 3D-шник. Если вы еще environment artist именно в GameDev, то там, помимо создания ассетов, еще много работы в самом движке. Там всякие декали, тремы, сборка этого всего, какую-нибудь травку настроить. То есть, если такой environment artist, то тут надо, движок уже довольно плотно. Плюс, Maya Painter остаются, как были. Так, что еще рассказать? Так, на полшушечки кто-то там дженералист, так. Учиться на дженералиста нормально, чтобы понять, что делать в будущем. Это правда. Учиться на дженералиста даже нужно, да. Да, это правда. Когда, особенно, когда приходишь в профессию, когда приходишь в трехмер, хорошо бы попробовать все. Это к моей истории, да, про человека, который хотел стать 3D-шником, а стал аниматором. Я вот сейчас свои эти старые подниму и скажу, что я когда пришел, я пришел на композ. Как я говорил, что есть два очень хороших входа в индустрию вообще в целом, киношную, анимационную. Это композ и 3D-артист. Вот эти две очень хорошие входные позиции. Я пришел на композ, но я когда композил какие-то свои простейские какие-то вещи тогда, я пощупал, все успел. Мне было интересно все. Я и помоделил, понял, что нет у меня пространственного мышления, я и поювишил, понял, что я ненавижу и понял, что это вообще не мое. Вот. Я поэфиксил, я даже изучал этот язык Мэл, помнишь, был такой в Майке. Он есть. Очень мне это импонировало. Я купил книжку Сереги Цыпцина, понимая, моя. Есть где-то, или я подожди. Не помню. Вот. Я из нее прочитал половину, увидел, что он там упомянул моего другана, хорошего, Коляна Рогозина. Мне стало приятно, и я перестал читать. Цель достигнута. Да, я расходил эфиксить и понял, что мне это не близко, вот эти скриптования, вот эти все вещи, а просто сидеть по чужим эфиксам, проходить скрипотшотам, мне стало неинтересно. Но попробовать в любом случае стоит все. Да, я точно так же я пробовал и композить, и Гудини изучал, и что я только не делал. Я и в каде моделю, потому что просто интересно. Ну, то есть, в итоге я вот, как следствие этого всего, я стал достаточно много рендерить. Я сейчас, наверное, даже больше рендерщик, чем моделлер. Ну, то есть, я и то, и другое делаю, ну, по фану. Просто потому, что, да, вот ты начинаешь какую-то вещь делать, она тебя засасывает, и ты начинаешь узнать про нее больше, начинаешь в ней разбираться. Кстати, еще важный пункт, который я хотел сказать, но забыл. На тему того, как вообще продвигаться на студии, надо просто на себя задачи брать. Вот. То есть, берешь и начинаешь что-то делать. Приходишь там к человеку, который таски расстает, и говоришь, а я бы хотел вот, вот это. И так ты постепенно становишься, кем хочешь стать. Тебе начинают доверять больше, больше работают. И все. Кстати, да, и такая вещь, очень хорошо работает. Вот там, композил, композил, приходишь к супервайзеру, говоришь, можно я по матч-мувлю, например. Матч-мув это 3D-трекинг, или там, да, 3D-трекинг, когда вы восстанавливаете съемочную сцену в трехмерном пространстве. Это нужно для того, чтобы виртуальные камеры, которые будут там, аниматоры ставить, или рендер-артисты ставить, они совпадали с реальными съемочными, объекты двигались, CG-шные объекты, компьютерная графика, они двигались точно так же, как все съемочные объекты. Вот это называется матч-мув. Так вот, я подошел к супервайзеру, и говорю, можно я чуть-чуть по матч-мувлю? Ну и заканчивая вообще логика работы. Но он все равно лучший. Мы тогда матч-мувили в бужу, мы тогда матч-мувили в бужу, и мне дали там несколько вещей, сказали, ну это ты давай в свое нерабочее время. А бужу однокнопочная. А бужу однокнопочная, она либо тречит, либо не тречит, вот и все, либо работает, либо не работает. Так, что тут? Это к пункту о самостоятельности, который у нас все еще на экране. Так, что, да, что должен уметь композер? Что должен уметь композер? Композер должен уметь, на самом деле, три вещи. Тот не композер, кто не умеет ротоскопить, то есть резать маски, резать маски, выделять эти объекты масками, готовить эти маски, тречить и кеять. Трекинг, я уже рассказал, что это такое, это восстановление движения камеры, чтобы ваши сержишные объекты, которые будут сюда вставлять, они двигались, то есть, считаешь, как съемочная камера. И кеять, но это работает с материалом, снятым на хромаке, и на зеленом, или на синем фоне. Все остальное в профессии композер от лукавого. То есть, это все остальное, оно уже там набивается опытом. А, вот еще четвертая вещь, клинапить нужно уметь. Клинап, это затирка ненужных элементов, там, пулевых посадок, тросов и так далее. Вот четыре вещи. Ротоскопить, клинапить, тречить и кеять. Но ротоскопить и клинапить, это, в принципе, близкое. Да, это база в профессии композера. Дальше он должен уметь собирать фулс и джишоты, и быть насмотренным чуваком, умеющим выстраивать правильную там перспективу, свет, цвет, вот эти все вещи он должен уметь работать. композер, у него, в принципе, очень много скиллов, которые не про кнопки, а не про умение видеть. Да. Вообще, мне нравилась работа композера. Знаете, почему? Потому что это была профессия, она и остается профессия на стыке техники и арта. И ты видишь, ты находишься на финале. Вот, мне нравится работа 3D-артиста, потому что ты находишься в самом начале, ты получаешь концепт, и дальше от того, что ты на 3D-шишь. Будет зависеть весь результат в кино, ну, как он будет выглядеть, та форма, которую ты заложишь, она будет так выглядеть в фильме, там, или в анимации, или в игре. Вот, а работа композера в кино мне очень нравилась, потому что ты, то, как ты соберешь шот, шот, это вот этот монтажный кусочек маленький, да, вот, начало съемки до конца, это называется шот. Как ты его соберешь, так вот он и пойдет уже в кино. Это финальное слово. Там что-то коррекция есть, но это... Так, тут пишут, что композеры и монтажеры с жирными патлами ходят по студии. Нифига это не правда. Композеры нормально моются, не надо. Зависит. Я встречал такую тему, но сейчас меньше. Ну, это кто угодно, слушай, можно так ходить. Те же самые гудинщики тоже вот бывает. А бывают абсолютно нормальные. Ну и слушай, я помню, мы работали на студии с каким-то скунсом реально. Я не помню, что он делал. Ну, у меня профессиональный, я вообще не помню, что он делал. Я помню, что он был скунс. То есть, ты приходишь в студию и понимаешь, скунс на месте. Скунс уже пришел. Вот. И однажды девчонка одна, ротоскопер, Таня, да, по-моему, ее звали, она просто утром пришла, когда скунс вошел в студию, и она его просто побрызгала дезодорантом с ногу до головы. Ужас какой. Вот. Вот такой вот. Ну, да, чудных историй много. Так, что еще тут у нас есть? Композер должен уметь не спать по ночам. Ну, к сожалению, да, если 3D-артисты работают в более спокойном режиме, потому что они всегда находятся на входе в проект, то композеры находятся на выходе из проекта, в конце, в финале, на последнем этапе. И очень часто они именно кранчат, да, то есть... Потому что все профаченные сроки оказываются у композера. Да. Потому что на каждом этапе, ну, моделеры чуть-чуть срок отъели, потом FX-еры чуть-чуть под FX-или, ну, на FX-е на свои чуть больше подзадержались там аниматоры, и вот это вот все. Рендер и на композ, а композерский срок никто не сдвигает, потому что срок релиза проекта никто не остановит. Поэтому, да, композерам приходится кранчить, овертаймить и так далее. Кранч и овертайм это переработки. Для тех, кто не понимает, не знает смысл этих слов. Так вот, да, скунсы он, правда, вонял. Очень неприятный пах. Так. Ну что, друзья, вроде бы вопросов-то, наверное, больше нет у нас, насколько я понимаю. Если есть, давайте еще что-нибудь расскажем. Мы можем сидеть до упора. Следующий стрим у нас будет посвящен моделингу. Да, мы уже конкретно откроем майку. Кому будет интересно, кто у нас регистрировался, мы пришлем уведомления, напоминания и так далее. Захотите, приходите. Будем рады вас видеть, показать, как что-то начать делать правильно. Вот. Потом будет... Причем, да, интересная будет вещь, потому что там будет 2D-концепт, это все делается, и там будет именно еще такой вопрос интерпретации этой штуки, что у меня нету доступа к художнику, он там нарисовал многие вещи так очень условные, и мне надо будет это все как-то осознавать. Я, естественно, весь этот процесс буду комментировать. Да, поэтому будем рады, если вы придете посмотреть и чему-то научитесь. Это самое главное, чтобы вы приходили, смотрели и чему-то учились, не просто так отбывали номер. Ну что, друзья, давайте тогда... А, вот тут вопрос про Motion Builder, будут ли уроки. Знаете что? Нет, не будет у нас по Motion Builder уроков, потому что анимация это не наша стезя. Посмотрите у ребят в Animation School и в Animation Club. Мы с ними дружим, потому что мы вообще с многими школами дружим и ни с кем не враждуем. Много кого можем порекомендовать, если мы чего-то сами не делаем. Посмотрите там у них. Это специфическая вещь. Мы с анимацией не работаем. Прежде всего, потому что я сам не волшебный аниматор и не могу даже оценить это все. Все, ребят, спасибо вам огромное за то, что пришли. Ссылка на курс 3D Artist, на вот эту полную программу, она есть у нас в описании к стриму. Приходите, если хотите, прям системно прокачаться в создании моделей, текстур и материалов. Это очень важно. Если вам нужна реально профессия, не просто кнопки, а нужна профессия, то приходите. Юра все это систематизирует и расскажет, как это все делать правильно. Ну что, тогда мы со всеми прощаемся. Юр, спасибо тебе огромное. Да, спасибо всем. Всем доброй ночи и завтра хорошего рабочего дня в пятницу на этой неделе. О, уже ж пятница, какая прелесть. Спасибо, ребята. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин